...обязателя, специалиста политического знания, Дмитрий Павелев, художника, творческого человека. Так, встречается Александр Геннадьевич Акин. Так, со звуком у нас все нормально, все слышит. Все поднимите на концу руку, слышно? Хорошо. И так же мне нужно знать, кто впервые пришел на нашу лекцию, тоже поднимите руки, посмотрю. У нас много новых детей. Итак, мы говорим сегодня о счастье, как о смысле жизни, как о пути, процессе, как о школе, как о уроках жизни. И, конечно же, не означает, что после этого лекции все станут счастливыми сразу же. Но мы можем, как бы, зажечь огонек. Если мы находимся в темной комнате, то достаточно небольшого источника света, чтобы найти выход. Вот в этом задача нашего общения. Невозможно определить счастье конкретно для каждого человека, это индивидуальный момент. Но все-таки в целом есть такие определения. Потому что мы должны знать, что такое счастье. Есть счастье в неленине, это ожидание. То есть мы ждем. Мы ждем. Сегодня ждали. Мы вчера ждали, позавчера ждали. Что что-то хорошее должно пройти в жизни. Мы же, естественно, ждем, как дети. Мы верим, что мама, она даст нам то, что я хочу. Папа знает, что он делает. Папа, мама все знают. Мы верим, что они нам принесут это счастье. Нам в готовом виде, как бы. И вот если мы остаемся вот такими, как выжиданными детьми, это значит, счастье в неведении. То есть мы вроде бы работаем, бочимся, но мы ждем. Ну, когда же наступит что-то хорошее в моей жизни или очень хорошее в нашей жизни? Ну, ослепительно яркое. Мы верим в какое-то чудо, как это вот Александр Грин издалый парусах, появится в нашей жизни. Или это может быть будет с легким паром. Вот такая история, как с легким паром. Как она называется еще? Ирония судьбы с легким паром, что какое-то приключение случится в нашей жизни, которое принесет нам какую-то удачу, какую-то свет, какую-то любовь, какая-то неожиданность. Ну, а на самом деле мы проживаем свою жизнь более-менее однообразно, иногда рутинно, бывает скучно. Скучно, означает, требуются какие-то развлечения. Сейчас радует интернет виртуально, реальность, существительность, дети поглощаются своими телефонами или интернетами, очень трудно оторвать. Жизнь скучна, недостаточно яркая жизнь, поэтому мы хотим каких-то развлечений, каких-то ярких, сфабрикованных событий. Виртуальной реальности, как матрица называется, мы живем, как бы уже переходим на жизнь в матрицу. Вот это какая-то наша третье тысячелетие, это жизнь в матрице. И фильм еще такой появился, а матрица, которую вы так регистрирует, довольно-таки достоверно, что можно жить в искусственно воображаемом мире, созданном самим человеком. И он уже создан, эти компьютерные игры, всевозможные там сайты, не знаю, какие угодно, что угодно, представьте, вы создаете свой мир, как-то женщина в красную матрице. Можно с ней развлекаться, никакие последствия не будет, никаких алиментов, никакой кармы, ничего не будет, потому что это виртуальная реальность, это все не по-настоящему, а живете, вы с ней по-настоящему при этом, что тебе хочется создать жизнь, и он проживает безответственность за свои поступки, делай что хочешь просто, наслаждайся и развлекайся. И возможно ли такое счастье? Счастье в неведении называется, в невежестве, то есть воображаемое, виртуальное. Не думайте, что сейчас только этот момент, как вот виртуального счастья существует, а раньше не существовал, он существовал просто в другой форме, в форме таких вот фантазий, мечтаний. Люди воображают, представляют свое счастье и действуют согласно своему воображению, ну как в темноте, вот мы не видим ничего, и тогда подключается воображение. Ой, что там? Звук какой-то, вдруг что-то, и мы в воображении. И всегда в темноте очень как-то странно, страшно все чувствуют, что воображение начинает работать как-то, знаете, создавать какие-то картины, представления. Свет включается, да нет, там просто мышка какая-то пробежала, ничего страшного не будет. При свете ясно, в темноте, вот это как бы счастье, в неведении, то есть мы создаем какое-то воображаемое или художественное счастье, это свой план. И вот вопрос, интересно, а все ли так происходит по нашему плану воображаемых? Ну даже как бы не совсем воображаемых, да как, все же так живут, я вот заканчиваю школу, вот у меня там поступить в институт, потом, как по плану, ну семья должна образоваться, дети, а потом, ну конечно же, если я занимаю какую-то должность, деньги зарабатываю, там построить себе дом, любую квартиру, то есть вот обычная, обычная схема как бы планирования вот общей массы людей вот в этом направлении. Почему это, на самом деле, воображаемое счастье? Разве это нереальные какие-то потребности? А потому что в этом счастье нет. Это недостаточно. Это все еще воображаемая вещь. Если мы думаем, что просто получив какой-то дом или машину или женившись, будем счастливы, мы глубоко ошибаемся. Нет, мы сначала должны быть счастливы, прежде чем сесть в машину. Мы сначала должны быть счастливы, прежде чем жениться и выйти замуж. Мы должны уже быть счастливыми. Два несчастных человека встречаются в день своего брака. И что, получать? Они не могут идти общей ссыка друг к другу. Потому что несчастные люди не понимают друг друга, они только требуют счастья друг от друга, ожидают этого счастья, они вежество, они ждут друг от друга, чтобы ты меня счастливеешь. Ты должна, ты должна, ты должна, ты должна. Через 15-20 лет они говорят друг другу, ты всю мою жизнь угробил. Все, конец, я потеряла, потеряла время с тобой понапрасну. Но я, я думал, что все будет хорошо, и как будто была даже любовь. Где же этот подвох? Нам нужно выяснить некоторые вещи. Ну, конечно же, я не думаю, что я знаю истину. Я буду опираться на уже известные, на логические знания. То есть уже мудрецы в прошлом досконально проработали все эти темы. У нас с вами есть серьезные проблемы в жизни. Коррупция. Вы думаете, проблема? Это симптом, не причина. Борьба с коррупцией, хорошо, борьба с коррупцией. Но почему мы не боремся с жадностью, с источником коррупции? Никто не борется с жадностью, все борется с коррупцией. Мы боремся за то, что были счастливые семьи. При этом даем людям дозы вожделения в средствах массовой информации и других вещах. Как это возможно сохранять хороший брат, если мы не можем управлять вожделением? Если мы подменяем любовь вожделению? Мы говорим хорошие вещи, но мы не можем установить хорошие вещи. Мы говорим, что коррупция плохо, зависть плохо, вражда плохо, преступность плохо, но мы не боремся с источником этих пороков. Мы забыли эти вещи. Вообще об этом протесту ничего не говорим. Почему? Мы, конечно, знаем про жадность, да каждый знает про жадность, но, простите, с коррупцией можно что-то сделать, можно схватить за руку, можно применить закон, наказать, конфисковать имущество. А что делать с жадностью? Какой схватишь за руку? Вот я, как говорится, жадность. Вот когда она проявляется, ее вижу, а когда она там внутри, создание человека, я же не вижу ее, я вижу нормального человека, хорошо одетого, имеет должность, я ничего не понимаю, где это, что с ней делать, и могу ли я поймать эту зависть чью-то? Нет, невозможно правильного думания, невозможно. И это объясняет. Первостепенная важность в обществе людей должна быть наука самоосознания. Я сам должен работать со своей жадностью. И каждый из нас сам должен работать со своими пороками. Вот в чем это звучит, как сказать, да. Красиво звучит. Как это сделать? Как заставить человека какого-то бороться своей жадностью? Да нет, никто не признает, что он жадный. Скажите, я не такой уж и жадный. Вот мой сосед гораздо более жадный, чем я. Вообще, когда говорим о жадности, мы же как это сейчас слышим с вами? Ну-ка, сразу понимаем, о ком речь идет, верно же? Да точно, точно, мои соседи, точно жадный. Да ведь, точно, точно, правильно же говорит лектора? Очень редко кто подумает, боже мой, это же про меня все. У меня же это есть, эти пороки все. Почему? Иллюзия существует. Ну, как говорится, вот, что в своем глазу и бревна не увидать, понимаете? А в чужом? Довольно полюховый. Вот какая тема, вот какая странная иллюзия. И обычно человеку стыдно признавать его недостатки. Обычный человек скрывает. По помощи иллюзий, одежды, атрибутов, хорошей квартиры, денег, положения в обществе. То есть, главное, вид иметь, престижный. Обычный человек пытается так скрыть. Это, как говорится, счастье в невежестве. Счастье внешнее. То есть, я хочу показать свое счастье, но там внутри ничего. Но я уже горжусь тем, что я могу показать и сделать это, что счастье. Вот такая иллюзия. Когда-то мы еще в молодости с женой приехали в Санкт-Петербург и впервые увидели, знаете что? Потрясающее явление. Ну, вообще, в Санкт-Петербург, конечно, это потрясающее явление. Если первый раз туда приезжаете, все это в советские времена, мы слышали, что Санкт-Петербург, там летний сад, там гулял Пушкин. Петр I построил этот город на Неве, каналы там, это северная Венеция, и там белые ночи, понимаете? Но на самом деле это потрясно. Для молодых людей, начинающих свою жизнь, приехать в Петербург, увидеть собственными глазами. Это наша гордость, как бы северную Пальмиру, северную столицу. Да, мы были покорены всем этим. И мы гуляли белыми ночами с ней, по пустому городу восхищались. То фонтанкой, то еще и в летнем саду, знаете, что мы делим? Мы делились в каменьку, на которой сидел Пушкин. Там была табличка, здесь сидел. Александр Сергеевич Пушкин, мы стояли в Древнейском каменьку. Дух, да, 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 тут сидел Пушкин. Тут дуб рядом, со временем Пушкина тоже сидел. Я, честно говоря, это было очень сильное чувство. И нам сказал один знающий человек, знающий, на ток искусств, что Пушкин здесь гулял в халате ночном, он тут жил неподалеку. Он по летнему саду гулял, сочинял здесь стихи, и вот мы тоже ходили, как Пушкин тоже чувствовали его присутствие. Мы все любили и Пушкина, Достоевского, там квартиры Достоевского. И каждый дом произведения искусств, понимаете? Этот Невский проспект, это Зодчевороси, Анечков мост, разводные мосты, ну вообще. Ифакийский, Исмаиловский, ну и так далее, и так далее. Суворовский там, там красота. И мы, конечно же, как художники еще увлекались этим, все это рисовали, все это пытались передать впечатление. И мы делились своим впечатлением местным, с местными людьми. И мы подумали, какой Петербург? Не то, что там у нас на периферии, там с Дальнего Востока, мы в жизни такого не выделяли. Я с Тундры вообще приехал, понимаете? С севера. И что меня поразило, как этот человек, местный, живущий, родившийся в Петербурге, сказал, вы видите красивый фасад? А там, за фасадами, живут клопы. Это была его оценка. Мы ходили в Эрмитаж, спросили местных людей, а они туда не ходят. Где счастье? Вот вроде бы и живете в хорошем городе. Все достояния, Смоленск тоже не последний город, ему больше 3000 лет. Тоже достояние России, один из городов таких. И казалось бы, люди должны быть счастливы тут все, должны быть традиции хорошие, и духовные, и другие, и опыт большой уже многовековой. А что-то не так. Как-то вот странно, вот жили мы лучше или хуже, сейчас трудно сказать вообще. Когда я свою маму спрашиваю, 84 года уже, вот все-таки скажи, лучше или хуже было раньше? Я говорю, ну, по-разному можно оценить. Что-то лучше, что-то хуже, комфортно стало больше, конечно, машины стали удобнее, понятное дело. Что еще? Люди стали квартиры покупать, богатые люди появились. А вот в плане отношений, говорит, не знаю. Ведь мы же раньше дверь даже не закрывали. На замок, когда уходили из квартиры. Да, там где жил, мне не нужно было. Ну, иногда я закрывал и писал записку, мама, ключ под ковриком, и уходил. Тут коврик, значит, записка, я просто спокойно уходил из квартиры. Мы не беспокоились об этом. Не было у нас таких железных дверей с глазками, знаете, с такими вот замками по периметру, во все стороны, понимаете, там железопитонные такие стены. Моя бабушка ходила из дома, вообще пирала швабру, там вот дверь подпиралась, значит, никого дома нет и уходила. Вот так мы жили. Конечно, были другие отношения, понятное дело. Я помню, масленицы проводили там на севере, где я жил, 1 марта. У меня как раз день рождения 1 марта, и это был такой праздник на улице, мне повезло в этом плане. Я выходил, и там блины пекли, ряженые, тетки Баффи вон сани возили, там петухов там ставили на эти столбы, там соревнования устраивали. То есть было какое-то народное гуляние, люди как-то чувствовали, что это праздник. Ну, конечно, все набивались, как непонятно кто. В советские времена отключались потом, к концу праздника все. Все живут вещества, просто, знаете, были в таком состоянии. Это недостаток советского времени. Пьяные были каждый день, по вечерам все люди пьяные ходили, практически дрались. Это было. Сейчас нет таких пьяных, не дерутся, потому что оштрафуют. Ударишь кого-то, он суд подаст, может ли деньги платить? А, знаете, тогда бесплатно били по-моему. Не платили. А сейчас заплату, если хочешь, удали, сначала заплати, потом бей. Вот ему на лекарство сразу выдай, сумму нужную. За моральный ущерб тоже выдай, и, пожалуйста, это можно. У нас меняются отношения, понимаете? Деньги все стали заполнять наш разум в большей степени, чем в те времена, ну, так сказать, советские времена, вот что, добились, скажем, того времени, как бы вот общество, что люди о деньгах не думали толком. Неважно. Если бы нам было сказать в то время, вот у тебя работа, сколько оклад получаешь? 60 рублей, мало это, да? А если тебе предложат работу в 120 оклад, ты же пойдешь туда, верно же? Черт скажет, нет, мне нравится эта работа. Не ради денег работали? Нет, труд нравится. Любовь к труду прививалась, там были свои ценности. Я сейчас не сравню, не говорю, что это было лучше, было хуже, я просто сейчас анализирую, что сейчас происходит с нами. И на самом деле мы меняемся в сторону денег. Мне кажется, мы подражаем просто этому принципу. Душа у нас не лежит деньгам. Это видно, что у русского человека не это во главе угла. Нет, он, конечно, может показать, что он как западный, знаете, не хуже крутых западных в таком духе. Но это больше, как на корове седло на нем выглядит. Он другой. Как вот я в Индии был, знаете, эти индусы тоже подражают там западным людям. Один вот галстук, костюм в этой жаре, понимаете, и босиком ходят. И все понимают западные люди, но это индусы, ясно. Он просто хочет показать, что он такой же цивилизованный, как все остальные западные люди. На корове седло. И также, когда вот мы выезжали за границу, русские, вот в первые те годы еще, вот когда стал кордон открываться, на нас так и смотрели, и в Швеции, и в Германии, как вот на корове седло эти русские. Представьте, советские времена. Что такое вокзал? Вы помните, мое поколение? ЖД вокзал. Помните? За километр вы уже чувствовали по запаху, где туалет на вокзале. Ну вспомните, хорошо. Примерно, ну за 500 метров точно я уже чувствовал аромат. Уже можно было без указателя найти, где находится туалет. Если вы заходили в сам вокзал, боже мой, это был Сода Магомора. Люди лежали на палатке, там были огромные очереди, там компостировали билеты, кто-то еще, кто-то с детьми, там страшная была картина. Мы намучились только на этих вокзалах, в Хабаровске, по всем этим местам, где мы путешествовали, это был настоящий ад. Иногда приходите на вокзал, покупайте билеты, говорят, через двое суток только следующий рейс. И вы двое суток бродите, как кем-то, не знаете куда, ни гостиниц, ничего нет. И грязно, все заплеванно, люди просто газету посетили, падают уже в мертвец. То есть вокзалы были адские совершенно. Вот мы выезжаем за границу русские. Переходим на вокзал, в Хельсинки выходим. Чисто. Повы белые, миссаринки. Бананы продают. Тогда бананов не было. На полу можно сидеть. Кто-то пошел в туалет, вернулся с такими глазами. Ты был в туалете. Нет, а что там? Сходи. Не пожалеешь. Также в туалете там пахнет розами. Там душевые кабинки, там чистота. Думаете, что такое вообще? Людей никого нет, очереди нет. А, наш поезд, поезд наш, не осталось две минуты. Мы бегом, как сумасшедшие по перрону с этими вещами. Люди смотрят, улыбаются. А, это роз? Ну нет. Поезд не уйдет. Почему они так спешат? Все же видят, что они на поезд садятся. Поезд не пойдет. Они подождут их. Когда была перестройка, я пришел однажды на станцию электрички под Петербургом. Нужно было добраться до города. Народ стоит, время пришло, электрички едут. Была перестройка в полной. Час простояли, люди заговорили. Как вы думаете, будет электричка или нет? Кто-то сказал, ну, не знаю, вчера была. Может, и сегодня будет. Еще через час все стали расходиться. Ну, сегодня не получилось. Ну, перестройка. Ну, все понятно. Вот мы, представьте, едем. Едем из Стокгольма в Альвик. Пересадка на поезде. Белирка с пересадкой. Мы так расстроились. Пересадка. Это же такая канительная. Мы же знаешь, что такое пересадка. Нужно выйти из этого поезда, перейти на другой перроны, найти нужную платформу, чтобы еще подождать, тут поезд, наконец, сесть и доехать. Пересадка-то. Ну, проблемы некогда. Задержит. Мы едем в этом поезде и до этой станции пересадки мы подъезжаем. Точно вовремя. И тут, понимаете, чудо. Нам просто повезло. Крупно, потому что наш поезд к этой же платформе подъезжает с другой стороны одновременно. Мы как сумасшедшие. Рванули через реталку. Сказали, пропустите наш поезд. Мы проталкивались туда. Пересели в поезд. Зайли на места. И так, может, нам повезло крупно. Все люди вышли спокойно с поезда. Все пересели вот это, как у всей погоны. Всегда развеялись ни одно участие не осталось на тюрьму. Все нас смотрели очень-очень. Это я просто вспоминаю. Различия вот этих. Вот как мы подражаем этим вещам. Но мы же хотим, как на Западе, правильно? Евростан также у нас есть. А знаете, что говорят мудрые люди физического времени? Познать самого себя. Не подражай никому. Не будь институтом. Чем больше ты стремишься к своему счастью, тем более ты будешь несчастен. Научись жить ради блага других людей. Вот это у нас в крови с вами. Когда мы это говорим, мы это слышим. А все остальное сид был на коробке. Мы должны честно признать, нужно познать свою природу, свое предназначение, как страны, как людей, как нации, может быть, как эту душу. Что же мы должны ценного сделать? Просто подражать кому-то? Это зависть. Это просто зависть. У нас другие ценности в крови. Смилый мараев шалаше говорят у нас. Нам не нужно евростандарт, нам нужно счастье, нам нужна любовь, нужны отношения, нужна верность, нужна чистота. У нас еще сохраняется чистота воздуха, потому что есть ресурсы природные. Вода уже давно продается, но я в свою бытность никогда не мог даже представить, что вода будет продаваться. Невозможно было представить. Мы, конечно, читали у Беляева продавец воздуха, что воздух продает этот вот капиталист, так сказать. Ради денег он собирает весь воздух, сжимает его в такие баллончики и продается деньги. Вот людям воздуха не хватает, так он наживает, вот он, такие вот создавал, рассказывал монастические, что люди могут так обманывать друг друга, так эксплуатировать общество, продавать воздух, продавать воду. Теперь мы видим, да, воздух продают в крупных городах, такие как Токио, в других, потому что там, на самом деле, не хватает, там гипоксия, это серьезная проблема современного века в крупных городах, особенно для пожилых людей. Гипоксия, это бич сейчас, недостаток кислорода, то есть просто мозг не имеет питания достаточно, нечем дышать, пища, модифицировали. Я спросил одного знатока, не в России, по поводу пшеницы, сколько он занимается пшеницей всю свою жизнь, модифицирована ли пшеница, спросил Гаю, мы очень боялись, что пшеница модифицирована. Я спросил его, модифицирована пшеница? Он говорит, нет, по договору пока пшеницу не модифицируют. Я говорю, почему пока? Ждем. Чего ждем? Ждем, какой будет результат от модифицированных овощей. Потому что кто-то говорит, что ген человека достаточно защищен, другие говорят, нет, этот модифицированный ген может проникнуть в ген человека, начнутся мутации, может быть так и так. Надо посмотреть, что будет. Пшеницу модифицировать, это опасно будет. Вот мы с вами сейчас ждем, едим, модифицируем овощи, ждем эксперимента. Будут мутации или не будут мутации? Я вам скажу такую интересную вещь. Когда я начну с этой мутации, как это заметил? Сейчас аномалия становится нормой. В 1985 году родилась в Нидвич-Петербурге. как только она родилась, рачистка для рахит. Боже мой, я помню, как мы перебывали, раздробнули. Рахит. Родилась рахита. Да что, вы переживаете. В Петербурге все родятся с рахитом, то у них достаточно солнечного воздуха. нормально. Сейчас я часто общаюсь с врачами уже такого поколения, того поколения, и говорят, да, сейчас другие стандарты здоровья меняются, они снижаются. Сейчас столько аллергии, не дай бог. Дети рождаются с раковыми опухолями, врожденными уже. Да я о таком болезни даже не слышал, когда был ребенком. Потом, когда-то ударил, вот такая болезнь страшная. Сейчас, пожалуйста, как распространено. как мы это занимаемся и скажите, что мы мутируем. Вот в чем наша проблема. Для этого нужен хотя бы один здоровый человек. Но мы даже здоровье сейчас понимаем по-другому, потому что тоже стандарты все ушли. Здоровье включает в себя и ум тоже. Не только тело. Потому что именно ум создает наше здоровье или болезнь. Ум и настроение. А Юрвета говорит об этом, что есть три причины болезни. Первое, это неправильное питание. Об этом сейчас поговорим. Я сразу вам скажу, питаемся мы неправильно уже давно. И не только модифицируем, но еще есть и другие причины. Второе, это гигиена, нечистота. Еще об этом тоже скажем. У нас недостаточно сейчас развита чистота физическая. Раз в неделю мыться недостаточно. Я, кстати, изучал, почему раз в неделю, почему семь дней меняют белье и ходят в баню. Выяснил, бельевая ворс развивается семь дней. Вот, пока пши не завелись, чисто считается. А мудрые люди говорят, то есть, в физических ремонтах, мы-то сейчас должен каждый день полностью с утра сразу же душ принимать, омовение. Потому что, как только вылажите спать, через 40 минут обминный исчез начинает работать на выделение шлаков. Если вы спите больше часа, вы уже нечисты. И рот, и кожа, и все остальное. потому что обминный исчез работает во сне по-другому. Пока в бодрости вы можете быть чисты, до большей степени. Когда засыпаете, все меняется. Ходите в туалет по-большому, надо мыться полностью. Поэтому лучше с утра это делать, до омовения, как со сна сразу же в туалет, опорожнять кишечник. Не на унитазе, а присев. Если будете сидеть на унитазе, кишечник будет барахли. Вены повылазят в толстой кишке, геморрой будет. А расслабление там будет. Потом вы идете на йогу, вам говорят, сидите вот так, пожалуйста, на минуту. И платите деньги за это. Вы за унитазы платили, теперь за йогу платите. Мы говорим о комфорте, мы думаем о чем-то, о каком-то евростандарте, каком-то мы забываем о нашей природе, которая нам дана, эта природа. Чистота, гигиена, пища, неправильная и не вовремя принятая, например. Где эта наука сейчас? Мясо, это вообще не наша пища. Я извиняюсь, что так резко перешло к этой теме. Хорошо, я сейчас не буду говорить о мясе. Пошу поговорим. И что самое главное, беспокойство ума. Психица. Мы привозим такие примеры, яркие примеры, понятные каждому человеку. Уже сейчас это факты, как ум создает наше тело. Мысли, умонастроение, впечатление. Вы испугались. Что у вас в крови появится? Адреналин. В ту же секунду создаться адреналин откуда? Умонастроение так трансформирует клетки. Вырабатывается автоматически. Вы посмотрели на лимон, слюна потекла. Вы подумали о лимоне, слюна потекла тоже. Ум. Вы влюбились. О, дорогие мои. С8, H12, азот в вашей крови. Наркотик небесный. Вы в эйфории ходите. Под наркотиком. Люблены. Это вырабатывает организм человека. Ум. Ум. Психика это работает. Вы завидуете кому-то. А что происходит в крови? Яд выделяется. Посмотрите внимательно. Какие вы мысли мы не имели, какие настроения. Все отражает на составе нашей крови и мгновенно реагирует на все остальное. И когда мы идем к врачу, он говорит, диетой, пожалуйста, не беспокойтесь. Не надо так волноваться. Вы часто гневы эти, раздражительны. Поэтому ваши органы теряют функции, садятся просто. Иммунная система. Потому что вы раздражены и удальтерины постоянно. Ваша иммунная система будет слабеть. что вы должны быть счастливы, радостны. Вот это здоровье. Когда ум радостный, это здоровый человек. Если даже тело не очень здорово, ум должен быть радостным. Скажите, а как это так? Более тело, я буду радостным. Да? Вы должны знать законы жизни. Должна быть причина радости. Это счастье, эта радость, говорится, находится в сердце каждого живого существа. Большая любовь там кроется. Человеке. Но как ее достать оттуда? Вот тут мы говорим, как отрегулировать свою жизнь, выйти из этого кризиса. Жизнь и счастье в невежестве. Невежество означает, что хочу, то и ворочу. Нравится и делаю. Все. Меня не интересуют последствия. Что с микрофоном? Это лучше микрофон. Точно подтверждаете? Авторитетно? Нет. Верни. Этот микрофон. Да. Секундочку, можно я обменею небольшое дело? Не могу только выключить телефон. Дело в том, что это вот все среди. Как бы это перебивает сигнал. И вот такие вот проблемы у нас. Если не сможете, выключите, пожалуйста, все. Это доверение. Нужно было делать до лекции еще. Сейчас мы перерывали. Теперь все? Можно продолжать? Все выключили телефоны. Я сделаю паун. Потому что они вмешиваются в эти наши сигналы. Ваши сигналы телефонные. Меньшают записи. Так и нормально. Итак, мы говорили о том, что жизнь человека должна быть хорошо отрегулирована. То есть, называя это самодисциплина. Это, как вы понимаете, трудная задача. Отрегулировать чью-то жизнь. Очень сложно. Человек не хочет этого. Можно лошадь взять за усы. И привезти к воде. Но если пить она не хочет, мы не заставим ее пить. Поэтому эта наука называется самодисциплина, самоосознание. Для того, чтобы включиться самому, найти в себе силы, изменить свои привычки, образ жизни, ну, нужна причина. Нужен высший смысл. Ради себя я не готов так поступать. Но ради вот чего-то важного в жизни я могу жертвовать чем угодно. Мы видим, что когда люди женятся, у них появляется деятельность, и более ответственно ради детей. Они готовы себя лучше вести, работать над собой, ради того, чтобы дети учились. Да, ради детей. Мы можем себя менять. Ради любви женщина смысл очень сильный. Она может горы сводить. И если человек имеет еще понятие абсолютной истины, он становится очень умничественным. Это самое сильное проявление в воле человеческой. Он делает невозможное, делает чудеса. По воде может ходить. Мертвых может поднимать. Исцелять может. Это известно. И нам нужен какой-то смысл жизни. Кроме просто того, что я зарабатываю деньги, покупаю машины, занимаю положение в обществе, и все это превращается в просто скучную рутину для моего ума. Я теряю иммунную систему. И в итоге я просто, поскольку мы все занимаемся с вами бизнесом сейчас, ради выгоды, как обществу мы нацеленным, в итоге мы видим модифицированную пищу. Потому что она выгодна для денег. И абсолютно бесполезна для здоровья. И мы жертвуем здоровью этих родителей. Потому что думаем, что счастье только в деньгах. Но счастье на санскрите, если объяснить, сука, духа. Два понятия. Духа, страдания. Сука, счастье. Но от чего состоят эти понятия? Как они складываются? Кам, пространство. Су, много. Сук-кам. Вот у меня много денег. Это Сук-кам называется. Большой дом. Сук-кам. Я выхожу отдыхать на природу, где много солнца, где простор, где много воды. Сук-кам. Мне не нужно столько воды, чтобы мыть. Я могу ванной помыть, но там Сук-кам. Я себя чувствую счастливым. Когда общаюсь с большим пространством, с большими деньгами, с большими возможностями. Да, есть такое понятие. А есть Дух-кам. Маленькая квартира. Денег мало, разума тоже мало. Я страдаю. Я бы хотел, но способности тоже мало, образования нет. Но то есть, Дух-кам. И вот мы стремимся к внешним вещам, а внутри у нас темница. Мы теряем свободу. Мы теряем понимание друг друга. Мы отчуждаемся все больше и больше от людей. Я имею в виду, в крупных городах, в ферзонных городах люди все одиноки. Там стрессы повышены. Малейшая вещь, малейшее замечание может быть трагически кончится для человека. не переносит. Мы стали более раздражительны, более чувствительны. Как сказала одна известная психолог, канадская, я не помню, женщина, что современная проблема бич западного мира это уязвимость, она назвала это слово. мы не переносим в адрес даже малейшие критики и замечания. Это так плохо, что мы готовы повеситься, особенно если это юноши или девочки. Я живу в Казахстане, часто бываю там, и там первое место в СНГ по детским самоубийствам множественным. Третье место в мире. Как? Дети сговариваются и прям парами с балкона. Постоянный случай. Правительство говорит, так, все самые лучшие психологи, мировые науки, давайте изучайте вопрос, почему, почему, в чем причина, мы не понимаем, в чем причина. один мой друг, он несколько лет назад ходил по городу, увидел одну бабушку, плачу еще, он добряк такой. Говорит, мать, что случилось? Что так плачет старуха? Горько рыдает, на улице стоит одна. Говорит, может, что-то случилось? Денег нужно, так я тебе дам сейчас денег, чего хочешь? И ты мне не поможешь деньгами, сынок? У меня внук повесился. Пишу. Внук повесился. Внук, а сколько лет он был? За 15 лет. А почему в такие годы человек потерял смысл жизни? Что повеситься? Сейчас люди стали более гордые. Чуть что, я ухожу из дома. Чуть что, вы мне не авторитет. Чуть что, я не собирался возрождаться, это вы меня родили. Родители тоже, чуть что, начинают давить, гневаться, проклинать, уходи. Мы стали более конфликты, более нетерпимы. Посмотрите. Есть эксперимент с обезьяной. Немножко жестокий эксперимент. Но я его видел в записи. Шимпанзе запускают в пустую комнату, там ничего нет. только куб подиума, подиум в середине, апельсин на этом подиуме. Апельсин под напряжением тока. Вот в этом и заключается эксперимент. для обезьяны апельсин лакомство. Это пища любимая. Она подходит и смело берет этот апельсин рукой. получает удар. Она остановится. Нет. Желание то остается. Нет, хочу. Пытается еще раз получать удар. Она кричит. Уже отправляет в ее гнев, раздражение. Она бросается двумя руками. трясет ее. Она продолжает это делать несколько часов с переживанием. Хочу и не получаю. Хочу. Но не получаю. Но я хочу жить. Но не получаю. Но я хочу жить. И не получаю. Через 2-3 часа эксперимента шизофрения. Я. Не слишком ли много у нас желаний искусственных созданных умов? Людей учили жить скромно. Почему? А это здоровье. Это наша традиция. Это наша сила. Почему вы смотрите на кого-то, у кого-то деньги? Почему вы завидуете? Почему вы беспокоитесь в свою ум и других беспокоитесь? Смотри себе в тарелку. Так говорят на дороге. Куда смотришь? Смотри себе в тарелку. Ешьте. Другое явление в природе. Два шакалы едят пищу. Два куска мяса в них. Они едят шакалы и шакалы. Но вот странное явление необъяснимое. Почему эти шакалы злятся, когда едят мясо друг на друга? У того кусок, у этого кусок. Они рычать начинают, смотреть недобро друг на друга, в конце концов начинают драться. рвать. Порвали, поменялись местами, доедают. Ну и выяснили, ученые, наблюдали, выяснили, что причина в том, что каждый шакал думает, что у того кусок мяса вкуснее. Вот даже когда они едят, они не могут срежать на вкусе. Они злиться, начинают из-за зависти, в конце концов начинают рвать уши друг другу, а потом меняются местами, доедают. Теперь все хорошо. Снова дружба. Видите, это животная природа. У человека тоже есть животная природа, но есть у него и божественная природа, духовная природа. Что мы с вами будем культивировать, это уже от нас зависит. Вот это культура. Другой пример меня подряд в Бенгале. Нет, Арица. Арица это район Джаганатхапурия. Я был. Священное место. Там в случае началось так, что тигрицу убили охотники, потому что она стала людоедкой. А тигрята остались. А один браман, священник, взял себе одного тигренка домой. И поскольку он браман, он ест рис, овощи, дал, ну вот, вегетарианин, освященная пища. Он его кормил этой пищей. Этот тигр уже вырос, стал большим, очень добрым. Кто не придет в дом, он властится, как бы мурлыкает, голову кладет на колени, улыбается, можно потрепать его, шутить, играть. Домашний тигр. Это трагическая история. Потому что там был сосед через забор. не совсем разумный человек. Я бы сказал, глупый человек. Не браман. Он наблюдал все это с завистью и думал, вот издевается над животным. Это же тигр, нужно мясо. однажды тайком, через забор, он бросил по кусу какого-то мятного сырка. Тигр съел, у него пробудилась животная природа, он убил этого человека и ходил. Мы думаем, да, тяжелый пример. А что у нас в жизни происходит? Мы любим, женимся. А мы в том ненавидим и расходимся. Чем родим? С нами что-то подобное тоже происходит. Как пробуждается вдруг вот эта ненависть из людей? Как появляется это раздражение? Я хочу и не получаю. Я хочу и не получаю. Хочу и не получаю. И в конце концов мы начинаем болезнице довести, обвинять друг друга. И как только появляется злая речь, это предвести к смерти. Будьте уверены, злая речь это очень-очень могучный фактор страдания. Ученые до некоторой степени открыли могущество звука. Как он структурует воду, а наше тело состоит из 90% из воды. И то, что мы произносим эти звуки, они несомненно структуруют наше тело и наши жидкие вот эти вот структуры. И злые слова предвести к смерти написано в Боговатопуране. Перед тем, как убивают друг друга, прозвучат очень злые слова. Проклятие какие-то. А откуда эти злые слова? Из неудовлетворенности говорится. А откуда неудовлетворенность? Из вожделения. Но никогда неудовлетворяется это вожделение. Эти желания ненасытные. ненасытные желания от созерцания объектов чувства. Поставьте эксперимент. Пойдите, вот вам ничего не нужно. Даже деньги не берите. Просто войдите в гипермаркет. Просто погуляйте. Вернете и скажите мне и нужно то, и нужно то, и нужно то, то, то. Я увидел то, 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 Все, сразу вожделение каев. Там 90 с лишним процентов товаров нам жизненно не нужны. Это просто комфорт, престиж, евростандартный двойник. Они не приносят им счастья или здорового даже образа жизни. Мы променяли все эти души на естественные вещи. Хотя Россия как раз славится тем, что столько рек, столько лесов. Нет причин принимать другой образ жизни вообще. В этом как бы наша сила связь с природой это связь с Богом фактически. Если мы любим природу, если мы видим то означает, что мы понимаем Бога. Это очень практично нужно видеть. Пища, гигиена и умы говорим. Монастер есть три вида страдания. Три вида кризис. Атхи дайва означает природа сверхъестественные силы. Дожди могут быть, солнце, дайва. Мы не управляем этим процессом. Просто наблюдаем и немножко предчувствуем когда что будет. Зима, лето, могут быть землетрясения, ураганы. Различные виды тревоги, страданий, перемен. Атхи дайва называется. Атхи значит, что я завишу, я не могу подчиниться. Я должен принимать зиму, лето, должен терпеть удобства, неудобства, комаров летом, простуду весной, холод зимой, должен терпеть, приспосабливаться. Атхи дайва называется. Вид зависимы или страдания. При этом я ищу примерщих в природе. Как и без нее. Я должен любить природу, жить с ней, изучать ее. Если я ее знаю хорошо, я не беспокоюсь о зиме или весне. Я готов, у меня есть дом, я же понимаю, отопление, я подготовил все, нет проблем. Пусть зима приходит, я рад даже. Меня будет радовать белый снег, потому что у меня есть печь, у меня есть дрова. Я готов. Ну а если нет этого ничего, разве можно выжить зимой на улице? Это ад. Мы погибнем. Мы или какой-то ливень, то же самое. Мы очень тонко устроены. Животные, да, они грубее устроены, они выживают, медведи могут спать там в берлоге прямо зимой, они все, всю зиму могут спать. То есть природа другая, более грубая природа, более устойчивая природа. У нас тонкая природа. Очень нужно ее регулировать. Пища на нас очень влияет, настроение общения, погода влияет на нас. Нам нужен солнечный свет, столько, сколько нам необходимо. Нужно пространство, уже нужно поэзия, искусство, красота, нужно человеку. Наш разум очень тонченный, очень хрупкое сердце, если разбить его, собрать, трудно будет. То есть человек отличается. Адхидаева мы ее изучаем, чтобы не страдать в этих условиях, а жить гармонично с ней. Нужны знания. Адхи пхута другая форма страдания и зависимости. существа, окружающие нас. Не только люди, и другие много живых существ, микробы, насекомые, животные. Они тоже могут нам причинять беспокойство болезни, стресса, собака зала. Мы испугались, все. Разрыв сердца у нас, понимаете? Адхи пхута называется. С соседями поругались, или дома нелови какие-то, или там просто какие-то хулиганы на улице беспокоят. И все же мы ищем прибежище в обществе людей, потому что мы должны в обществе общаться, трудиться вместе, создавать что-то вместе. Мы должны знать друг друга, как эту природу, человеческую природу, познать труднее уже. Вот кто такой человек, знаете? Вот я могу сказать про тигр, он мясоед, он всегда такой ест, не знаю, как общаться, лучше вообще не общаться. А вот как с человеком быть, я не знаю, разные люди бывают, понимаете? Вот есть люди, называют сын бога, а другого скотиной назовут, животным, двурогим, и то, и другое правильно о человеке. Вы меня видите, стресс, потому что я не знаю, всякое можно ожидать от человека. Поэтому нужно знать нашу человеческую природу. Животная природа это не наша настоящая природа. Это от природы есть, но это должно быть подчинено разуму человеческому, который дается ему избытком. животные не смогут этого сделать, они другое предназначение, они по разуму ниже, их разум полностью занят биологической деятельностью еды, сна, совокупления обороны. Вопросов нет. А человек спрашивает, а почему все так? Откуда берутся дети? Лебинах спрашивает. Он на нее посмотрит, скажет, ну, в капусте нашли. А как ему объяснить маленькое? Значачай, что-то придумывает. Мне так и сказали, в капусте бабушка нашла. Мама говорит, я не помню, где-то бабушка принесла. Спроси у нее. Интересно, вот это да. Я говорю, а где ты меня нашла? Она посмотрела на мою маму, вот сказала, вот утром вышла на огород в капусту поливать. Ты там в капусте и был? Я говорю, ну, хорошо, а меня туда кто положил? Я говорю, не знаю. Вот это думаю, я поверил в это, можете представить? Но это нас интересует. Животные задумываются, что такая жизнь собачья вообще? Нет вопроса. Разум отсутствует, избыточный. Вопросов нет. У человека вопросы, потому что это избыточный разум, не занятый животной деятельностью. Поэтому он спрашивает оттуда, с этого уровня, а почему все так? Почему, чтобы что-то получить, нужно тяжело работать? Топота, чтобы просто поесть. Почему так мир устроен? Нас способен мысли, задать вопросы, искать что-то. Но трагедия, еще в чем? Что этот избыточный разум можно занять животной деятельностью только культивированной. Еда, животное ест с земли, а человек с мельхоровой посуды. Это тоже разум. Но чем он занят? Это просто еда. Красивые столы, причем конца этим дизайном нет. Словновые кости с дубой, из ореха, знаете, из олехи, там не знаю, из чего он, инкрустированные, там, браморные столы, там, скатерти такие, вилки такие, ножи такие, приборы такие. Целые производства. Это разум. Но что он делает? Еда. Это просто еда. Это что? Есть наше предназначение. Есть красивые вилки. Толстой писал об этом. В детстве меня родители научили вилку держать в левой руке, а нож в правом. И руки мыть перед едой тоже научили. И что же он сказал? Счастья мне это не принесло. Это Толстой Толстой. То есть наш мыслитель известен. Великий мыслитель. Он размышлял о смысле жизни. Все понимали, да, Толстой он гигант вообще. У него этот разум такой свободный. Смотрите, он может это видеть как-то. Мы тоже можем так видеть, если это регулируем свою жизнь. суть суть всего жить просто, а мыслить возвышенно. Никаких кризисов не бывает. Если человек имеет умственную деятельность сильную, он никогда не будет в депрессии. Депрессия, психические отклонения означают, что просто недостаточно умственной деятельности глубокой. То есть мы перестали быть философами. Просто культируем еду, сон, кровати. такие кровати сейчас есть. Боже мой, это такие конструкции с электронными программами, вы набираете электронную программу, ложитесь спать, у вас там переворачивает кровать, там шум дождя включает, там будильник включается, когда нужно, поднимает вас, выбрасывает вовремя, сама складывается. Несколько тысяч долларов нужно заработать, чтобы спать. Хотя все просто, захотел спать, ложиться ровно на месте и спить. Бесплатно. То есть мы все богатые люди, если не будет жадности, если не будет этих искусственных раздутых потребностей. Вы скажете, да, это вроде бы звучит красиво, неплохо. А как быть с обороной? Вот это животные, клыки и когти, у нас-то ядерные бомбы, куда мы динемся от этого? Работать надо. На вооружение, не так? Мы же всегда это слышим, на вооружение нужно работать. Но это деградация. Раньше, в древние времена, люди с крепостных стен врагу на голову смолу лили и камни бросали. А сейчас ядерные бомбы могут бросить. Это прогресс? Мы назовем это прогресс? Мы должны согласиться, что люди градают. Не прогресс, что мы ездили на телеге, а сейчас сидим в Мерседесе. Нет. А человек-то, он меняется в какую сторону? Он не хотел страдать на телеге, сейчас страдает в Мерседесе. Не нравится страдать в Мерседесе, страдая в самолете. Столько комфорта и столько жизнедеев. и столько вскут, и столько отчужденностей. И где же это любовь? Мы теряем. Это задача мирового порядка. Но начинается она в индивидуальной степени. Знаете, что такое пожар? Лесной пожар. То есть, он разгорелся, очень трудно выложить. Вот точно так же распространяется духовное знание. Всего лишь с одного дерева. Но это настоящая горь. Это не что-то воображаемое. Это настоящая горь. И он переносится по ветру и все охватывает. Опасное явление. Но это негативный пример. На самом деле духовное знание так распространяется. Это реальное счастье, оно выместит всю иллюзию, все заблуждения. Это подобно пробуждению. Вы спите и увидите какой-то кошмар. То счастье, то несчастье, то работа. Безвыходное положение. Белка в колесе, и только просыпаетесь и думаете, боже мой, какой кошмар не приснился. что я живу уже столько лет, просто сработаю на работу, сработаю на работу и денег у меня нет, 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 нет. Вот мне с ней приснился такой кошмар, что я полжизни вот так живу, понимаете? Вы просыпаетесь и думаете, боже мой, это же просто сон. То есть пробуждение в сердце вот этой внутренней энергии радости и счастья и знаний естественно. Мы просто должны знать как пробудить в нас эту энергию. Все уже есть внутри меня. Больше, чем я могу представить во много-много раз. Счастье необозримо, которым владает каждый человек. Но не там его ищут. Один человек женился, у него был дом, появились дети хорошие, все было хорошо. Только счастье мог найти больше. Он сказал своей жене, дорогая, ну, прости, я хочу все-таки посмотреть мир. Хочу искать настоящую счастье. Отпусти меня в это путешествие. когда вернусь, не знаю, но жди уже. Сказал, раз, у меня здесь плохо, ты еще чего-то большего. Ну, иди, но возвращайся, и найди, и возвращайся к нам. Найди свое счастье, приноси сюда. и пошел человек искать общение. Ходил он долго, много лет, видел разные города, поселки, людей, много видел человека. Однажды остановился в поле. Ничего там не было, и уснул. И во сне он перевернулся в обратную сторону, и бился с ориентиром, и пошел обратно, думая, что идет вперед. и удивился, что через несколько лет пришел в очень похожую деревню, где он жил когда-то. И дом такой же, как у него. Говорю, надо же, боже мой, оттуда женщина уходит, копия его жена. И даже дети похожи на его детей. Он остался там, остался с ним. Но всю суши скучал по своей родной жене. Вот такая история. что же мы с вами ищем? Познай самого себя. Истина находится внутри. Мы не обделены. Мы награждены. Мы люди. Мы от рождения наделены способностью познавать себя. И это счастье безграничное. В каждом из нас заложено. Потенциально это известно, что наш мозг, наша психика использует не более 10% возможностей. я не согласен с этой цифрой. Мое личное мнение другое. Дай Бог, чтобы мы 2-3% использовали из того, что есть. Это будет очень хорошо. Я думаю, что это будет яркая личность, если 2-3% освоить своих знаний и энергии. Мы почти ничего не используем. В основном все занимает наши мечты, иллюзии и ожидания. Что мы такого делаем? Что же для ничего мы скажем вот сегодня я счастлив. Практически ничего. Очень редко это. Человеку нужно любить свою работу, любить свою землю, любить Бога, любить людей, любить живые существа, любить всех. О, какое богатство. А он в одиночестве считает копейки, закрывает свои копейки, думая, что так он сохранится без счастья и беспокоит и постоянно о своих деньгах и имуществе. И даже враждует с родственниками из-за этого. Суд подает друг на друга. Даже иногда убивает друг друга за деньги. Представляете, что творит? Они становятся жестокими. И какие-то грехи человек совершает, чтобы выжить самому. И в соответствии с каждым грехом к нему приходит соответствующий страх. Представьте, вы заняли деньги, и у кого-то не даете. просто боитесь этого человека. Либо он отмелся, страгивайте опять на свету, сейчас подойдет без распреждений. Но нету мне денег. Я ему сказал уже, отойдет опять. Начинаете пугаться, начинаете стражить, этот человек вам не нравится. А что, он разве плохой? А просто деньги вы не отдаете. Вот причина вашего страха. Он нормальный человек, он даже добр, он дал вам взаимоденьги. А теперь вы видите, вы видите врага в нем, вы боитесь его. Он мне постоянно напоминает о книгах, которых я не могу отдать. Вот как страх появляется. И человек убивает другого человека. А как это? Он ждет возмездия, безусловно, будет бояться. Обманывает, и страх входит в него. Все эти страхи, которые мы имеем сейчас в жизни, это результат наших прошлых неправильных поступков. Каждому греховному действию соответствует какой-то страх, который бичует нас потом в течение всей жизни. Помните преступление наказания? Наш Раскольников известный герой, он запланировал свое счастье в невежестве, его план был такой, умозрительный. Возьму деньги у этой убитой старухи, она все равно отвратительно не важнее в шик. И я построю свое счастье. Получу образование, молодой человек, много пользы принесу к обществу. Хорошая идея, но это иллюзия. Счастье в неведении. Он не знал последствия этого поступка. Он так думал, а было все наоборот. Он вдруг вернулся на место преступления полностью. Сам. А Порфирий там он знал это психология преступника. Понимал, что он души расходников. Он знал, какие последствия приходят таким людям. Да, они немного уже спокойны. Они полностью все это. Они живут. Их видно. еду в поезде когда-то, 90-м еще. Но у меня вот косичка, сейчас люди нормально к этому относятся. Тогда, конечно, сразу весь поезд обсуждал косичку. Метро, косичка, улицы все глядывали, все показывали, так, кто как, ну, кто что. Кто как умел теодировал, кто это понимал. Тут еще вот такие вещи вот у меня. Ну, и проводница заинтересовалась. Говорит, вы знаете, у меня Кашпировский ехал когда-то в погоне с ним общалась. Она со мной заговорила, она какую-то близкую тему она так считала. А вы знаете, у меня тоже есть способность, одна, я вижу воров. Если в составе кражи происходит, меня, говорит, зовут, а я нахожу, я вижу. Я говорю, как вы его видите? Расскажите. А у него, говорит, походка меняется у этого человека, он как будто бы летает немножко над ним. Я сразу говорю, что это твор. Я их способна. Несомненно, все наши поступки прошлого отразятся в нашем поведении, в нашей походке, в нашем характере, в нашей интонации слов, в наших взглядах. Как психологи говорят, если человек вам что-то говорит, очень искренне закрывает глаза, знаете, он врет. Не обязательно так, сто процентов, но один из симптомов такой. То есть вырабатываются странные привычки у людей. Когда человек говорит и грызет ногти, допустим, в это время, что вы думаете? Или он ходит, у него рубашка застегнута на одну пуговицу ниже, допустим, как-то так, и в дырявых этих самых джинсах, и такой клок, и полос еще висит. Разве не понимают, что это шизофрения? Это мода сегодня такая? Быть шизофреником модно, понимаете, так, знаете, и написать no problem тут еще. Мы сейчас говорим о современном монастыре, откуда берутся эти привычки, как это становится модой, как это становится вкусом, аномалией, болезней. Тут плакать нужно, а мы наслаждаемся это все. Это шизофрения распространяется, на самом деле. Люди, дворянские дети, я не говорю, что это идеал, но это просто пример из истории. Они к 12 годам уже знали до 5 языков, они могли прекрасно одеваться, могли себя хорошо вести, могли писать каллиографическим почерком, они могли слагать свои мысли на бумаге, танцевали, играли на музыкальных инструментах, рисовали. Они были очень развиты. Это культура была. В древнем Китае прежде чем человеку давать образование высшее, сначала обучали живопись и музыке. Это был тест. Потому что если человек ничего не слышит красивого и не видит красивого, образование давать не нужно. Вы должны понимать изначальные стандарты чистоты, красоты, целомудрие. Любой кризис означает, что люди живут в неведении. не знают почему так. Часто человек приходит просто беспокоится. У меня жизнь вот так выглядит. У нас все просто рушится, все не получается. Так и так и это. Говорю, ну вот иди к этому астрологу. Он может разобраться. Астролог просто говорит, вот эта планета, та, та, человек успокаивает сразу же все и начинает понимать. Чтобы просто обстоятельства нужно немножко потерпеть, отхидая, вот скажем, вот плохая погода. Так потерпи немножко. Чего ты жалуешься? Это же погода. Потому что сколько дней вот я тут в Смоленске, солнца нет. Я же не жалуюсь о том со сценой, я просто говорю об этом. Не жалуюсь пока еще. Я терплю. Я знаю, солнце появится. Это погода просто. Солнце село, я же не говорю, что солнце пропало. Оно поднимется с другой стороны. То есть это дайва. Так же у нас в жизни то же самое. Есть планеты, которые вращаются, это 12 лет цикл занимает, иногда меньше, но нужно знать. Если есть такие знания, мы уже успокаиваемся, мы просто знаем, такой период у меня нужно научиться терпеть эту дайву и быть готовым к этому трудностям. Чего искать легкой жизни? Не бывает такой, это дешевка. Жизнь не будет легка. Только обманом, но тогда реакции, страхи приходят. Не будет легкого. Невозможно. Законы природы устроены по-другому. Адхи-дайва, Адхи-пута, живые существа, и Адхи-атма. Третий момент. В зависимости, страданий от собственного тела и ума. Как говорит Загорита, от ума. Вот это главная причина. Как терпеть дайву, как быть с людьми, а вот с умом работай со своими. Вот так ты сможешь преодолеть все эти трудности и неприятностей. Выдержать их, оставаясь человеком. Не деградируя. Как люди деградируют? Просто у них несчастье в жизни, они начинают злиться на других. И делать плохие вещи. Но если вы даже несчастливы, но продолжаете быть человеком, то вы человек с большой буквы. Если вы даже у вас денег, это вы кому-то помогаете, вы человек с большой буквы. Вот это настоящая жизнь. Настоящая позиция. Это путь к счастью, Он трудный, идет через жертву, через самоотдачу, как и в семье, муж и жена. Если они не будут служить друг другу, они не будут служить Богу, они станут врагами друг другу, эксплуататорами. Все для себя, для себя, каждый. И что они пишут потом? Не сошлись характерами. Нет, напишите правду там. Правду напишите, что это два эгоиста были. Неквалифицированные, недостойные жить семейной жизнью, вообще недостойные быть ни отцом, ни матерью, не иметь детей даже и потомства. Вот так и напишите все. Причина развода. Не сошлись характерами. Кто-то придумал такую формулу, скрывающую все эти проблемы? Нет, нужны людям, нам с вами нужна правда. Это хорошо. Пусть горькая правда, но это правильно. С этого начинается настоящая вещь. Если мы понимаем, в чем истина, в чем ложь, мы можем выбрать. Нам нужно это сделать, выбор. Не думайте, что мы идеальны. Нет, мы учимся. Мы живем, чтобы учиться этим вещам. Кризис это невежество. Вот вы берете машину, выезжаете в крупный город, не зная правил дорожного движения, без права. Сразу вступает кризис. И страхи на каждом углу, и авария может случиться только так, и ДПС тут же вас останавливает. Кругом неприятно. А в чем дело? Не знаете правила дорожного движения, нарушайте. Так же в жизни есть законы. Но если вы знаете правила дорожного движения, вы же не боитесь никого. Ни ДПС, ни поворотов, ни светофоров. Вы знаете эти законы. Вы спокойно просто и переключаете скорость, и знаете скорость, где, какой ряд занятий. Все, спокойно. Пожалуйста, знания, если в жизни мы изучим эти законы жизни, мы будем жить спокойно, своему равновешенному. Даже когда наступают кризисы или войны, потому что это неизбежно в мире. Не все люди смогут жить поистине, поэтому будут трени. В чем причина войн? Мудрецы говорят, это мудрецы говорят, не политики. Политики имеют свою точку зрения, непосредственную. А мудрецы ведут изначальную причину войну. Пока люди едят мясо, будут войны, они говорят. Цепная реакция называется. Вы поедаете это живое существо, как? Вы не просто его поедаете, его нужно лишить жизни сначала. Это бойня. Это жестоко очень. Это страшно. Вы думаете, это гуманно? Сходите на бойня, посмотрите, там некогда гуманно этим заниматься. Это производство. Это бизнес. Когда с них стирают шкуры, сердце еще бьется. Я веду это. Я 32 года вегетерианин. Никогда мясо есть не буду в жизни. Никогда. Никогда мне не заставить из искусства после того, что я веду. Это такое проявление жестокости все представители. Это живое существо, убитое, есть такое выражение мертвых хватает живого. Так это происходит. Потому что все эти вещества, о которых думают в отчаянии, страхе, боли, это живое существо, выделяются в крови, которую поедает потом тот, кто убивает. Скажите, я не убиваю, я покупаю. Оплачиваете убийство. Вы причастники. Закон кармы говорит, делится карма. тот, кто убивает, тот, кто разделывает, кто-то продает, покупает, готовит и ест. Шесть. Дерет эту карму поровну. Поэтому мы нанимаем, получается, мы пользуемся этим, мы платим, оплачиваем. Это труд, убийца, обоина, теперь, вот, сейчас. волей-неволей, мы невинны, может быть, нас обманули, может быть, мы не знали, но это факт. И кроме этого, чтобы эта плоть выглядела потом свежей, она уже зеленого цвета становится потом. Очень быстро. Туда вкладывают образцы красители и еще успокоительный колец этих животных перед убийством. Там столько всего. Это поедает тот, кто заказывал убийство и убивал. Теперь все эти энергии входят в того, кто предает. Видите, мертвых, это из живого. Это энергия агрессии, отчаяния, боли, страха. Но проверьте, но это же известно каждому человеку, кормите собаку сырое мясо, она станет злая, злая, как собака. У нас собака живет, приходит, она там, конечно, что-то находит, где-то бегает, но мы ее кормим вегетарианской пищей, еще и освещенную. И какая она стала, она почти уже по-человечески разговаривает с нами. На глазах меняется живое существо. Даже насекомые становятся бесстрашными, когда едят такую пищу. Муху не могу согнать в строке у себя дома. Она знает, я ее не убью, она не боится, ее могу гладить. любая пища. Любое живое существо чувствует вот эту как бы энергию любви или страх, оно же страх чувствует, как и мы, и любовь чувствует, как и мы. И тогда совсем другие отношения у нас и с микробами, и с другими живыми существами. Если есть любовь, если есть вот эта энергия, обмена. Но убойная пища это не наша пища, это едят хищники. Они сильны в агрессии. Их сила агрессивна, имеет качество агрессии, потому что они это принимают из плоти. Мессоед сильный в агрессии, в сороках и конфликтах. В покое он, бессильный, слабый, он не знает, что делать в покое, ему скучно. Занимается медитацией, он сразу уснет. Он не может бодрствовать в покое. Скучно становится с собой, ему нужно то зрелище, то то, то это. Это пища работает. Влияет на него. Через месяц вегетарианство когда-то, я жил в Петербурге тогда, постоянно, жена послала магазин меня, я туда ходил частенько, в Бакалею, в Ленинграде, в то время, магазины хорошо обеспечивали, все было, и там в других городах. Я проходил семейственной отдел в Бакалею. Я часто это делал, но в этот момент я увидел что-то необычное. Я видел большую свинную голову на стене, я это и раньше видел, но в этот раз я увидел ее выражение. Я вдруг понял, что это не пища. Через месяц вегетарианство это и есть мотив, чтобы увидеть факты. То есть, меняет сознание человека. Разность становится тоньше, даже условно. и он становится силен в творчестве, в самопожертвовании, в добре. Если мы хотим культировать доброе, сильное общество, хорошие, крепкие семьи, дружные, с традициями, духовными, то мы должны хотя бы ограничить поедание мяса. Хотя бы. я знаю, не все смогут это сделать. Не каждый человек. Есть люди, которые не мыслить, что уже не видит мяса. Я понимаю. Хорошо. Это есть. Это введок тоже написано. Есть. Для них тоже есть свои как бы, ну, уступки, что ли, свои правила. Хотя бы ограничить, потому что мясо это вредный продукт. Так говорят сейчас политики некоторые. В нашем кишечнике, в длинном кишечнике, оно не бродит, а гниет. Это продукт гниения. А вегетарианский продукт брожения. И наш состав желудочной кислоты, слюна и зубы говорят, что он преимущественно вегетарианцы по природе. И когти у нас не такие, как у тигра, которым можно разорвать плоть. Мы не приспособлены к этому. Мы используем оружие для этого. А природа нам не дала таких средств. Более того, у нас еще есть сострадание человеческое и сердце. Попробуйте сами, собственно, наручно убить животных. Если вы не все готовы к этому, есть-то все хотят. Эксперименты такие проводились. Из 10 человек лишь только двое могли убить кролика и приготовить его самостоятельно. Остальные отказывались от убийства. Отказывались, убить не могли. Это нам не свойственно отнимать жизнь других живых существ. Противоестественно. Это другая энергия. Это плохо. Нужно стать жестоким для этого. Они все хотят стать жестоким. Итак, поскольку мясо такой стрессовый продукт, тяжелый для нашего пищеварения и для нашего сознания, необходимо снимать стрессы. Мы так сейчас называем снять стресс. Как? Алкоголь? Вот нужно же это все переварить. Не хватает энергии. Заливаем жидкий огонь. Бум! Водочки. И дело пошло. Нормально. Заработала система. Понимаете? Заработала система. Язык, желудок, гениталии на одной линии. Они связаны. Система заработала, активизировалась сверхмир, разогрелась и стала давить вниз на гениталии. Человек поел, выпил, куда пойти? Все, гениталии отвязываются. Как только человек выпьет, поест хорошо мясо, все, пошел. Прямо, прямо в присутствии жены. Там в этих ресторанах, в этих вот клавках, все это так и есть. Это целые оргии устраиваются. А что там? Мясо и водка. Это что, наше русское достояние? Что осталось от России? Русская водка или что? Где кокошник? Где стрижки под горшок? Не вижу в Смоленске. Никто сейчас не согласится под горшок стрижки, что уродство какое-то. Я не говорю, что нужно так делать. Я просто спрашиваю, а где наша культура? Ну, конечно, она осталась вот в этих соборах, здесь вот в этих старых городках. Как прошлое? А настоящее где? Ну, что осталось от России? Русская водка? А все остальное западное? На мне тоже, видите, все не русское. Так что же осталось? Но душа должна остаться. Все-таки мы должны стремиться к доброте. К доброте нет кризиса. Потому что там нет жадности, там нет страха. Доброго доброго не боится. Этому нужно обучать, как к самоосознанию. Мы должны научиться пробуждать совесть в себе и друг в друге. Вот она наука. А не просто бороться с коррупцией, с наркоманией, внешними силовыми структурами только. Этого недостаточно. Не справится никто, ни одна страна. Чем сильнее и тоньше работают органы власти, тем сильнее и тоньше работают преступные организации. Это называется прогресс во время наущества. Это в этом заключается прогресс. Враждебные отношения и гонка вооружения. Вот она, катализация научных поисков. Катализатор. Ускоряется прогресс. Это считается прогрессом. Пишет один писатель американский. Одна история правдивая. Так случилось. Когда? Не знаю в каком веке. В позапрошлом, по-моему, в Америке, в прошлом начале. Был один вор, рецидивист, осужденный пожизненно. Сидел в тюрьме. В американской тюрьме. Сидел уже много лет. И в какой-то момент в правительстве случилось несчастье. Этот правительственный сейф огромный с ценнейшими документами не могли открыть по какой-то причине. Что-то там случилось. Шифром, не знаю, что-то потерялось. Но так или иначе автогенам опасно повредить документы. Взрывать тоже никто не решался. Как? Что делать? Кто-то вспомнил. Так у нас есть пожизненный один уникум. Любой сейф открывал за короткое время. Может, пригласим его? Попросим? Он открыл этот сейф. Интересно как? Они пригласили его. В пижаме с номером он пришел. Шапочки, все как надо. Классический преступник, пожизненно усужденный. И сам президент сказал ему, я тебе обещаю свободу, если ты откроешь этот сейф. Я тебя освобожу. Сказали, да, мы сделаем это, если ты этот сейф откроешь. Он сказал, открою, не глядя на сейф. Все охмальнули. И что тебе для этого нужно? Принесите мне таз холодной воды и пилочку для ногтей. Он издевается. Гоните его отсюда. Нет, не сказал президент. Принесите, что он просит. Посадили его в кресло, таз холодной воды на колене, пилочку для ногтей, сидит, мочит ногти. С издевочкой, но пилит свои ногти. Но не так. А вот так спиливает. Плашмя. Читает рассказы? Он переведен на русский язык. Средственные времена еще пищал. Он спиливал, пока не пошла кровь. Стал выступать с этих ногтей. И охлаждал в тазу. Что значилось, что тебе будет. И так он охладил эти ногти. И получился очень чувствительный инструмент. Малейшие вибрации отзываются болью в нём ногтях. И положил трубку со спиленными ногтями на сейф. Стал вращать шифр. И там малейшие щелчки. Он чувствовал. Оп, лезет. Оп, лезет. 15 минут. Как вы думаете, его освободили? Нет. Слишком опасно. Обещание не выполнили. Слишком опасно. Но разве это не прогресс? Прогресс воровок называется. В чём наш прогресс? Что у нас такие засовы хорошие на дверях. И такие машины хорошие. У нас такая собственность охраняемая. Так ли это? Прогресс заключается не в том, сколько у нас денег в кармане, а в том, как мы их тратим. Вот как определяется культура человека. Не в том, сколько мы даём, как сказать, на Богу угодные дела, а сколько в кармане остаётся. Вот ещё наречили. Когда-то Иисус был в храме, вы знаете эту историю? Народу много, там ажиотаж, и алтарь туда сыпят. Серебро, золото на алтарь, богатые люди. Ну, это красиво, знаете, смело. Если вы увидите это всё. Видели, что кто-то так развязывал, так вот просто высыпал золото? И всех надо дать. Ну, это круто. Круто, честно. И там тоже какая-то старушка тянулась к этому алтарю, истер с этим пятачком, ни одной. Брозила. Тоже надо дать. Вот так. Зу сразу заметил. Она говорит, больше всех положила. Тут ученики, учитель, учитель. Ну, а как, почему? Тут золото все вверх сыпется. Ты почему так сказал? Она медный петакт вошел. Но она говорит, последнее принесла, а отец их убытка сыпет. Это не жертва. Показуха. Это совсем другое. Как отлилось от сердца? Вот, 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 вот. Как пробудить эту дремлющую любовь? Ведь нужно что-то отдать с любовью. Как еще проявить любовь? Шесть принципов додати называется. Давать, принимать. Так, любовь развивается. Так можно из врага даже друга сделать. Так можно поддерживать семьи, нации, общины. Просто шесть принципов обмены любовного. Если ввести правила, научить этому. С детства. Воспитать это в себе, в других. Давать дары, принимать дары. Первая пара. С любовью, конечно же. Нужно вкладывать туда это чувство. Это важнее всего. Не сам предмет, как это чувство. Если нам что-то подарили с любовью, когда-то мы это храним всю свою жизнь. Это засушенный цветочек, знаете. И плачем. О, я помню, я помню, помню. Это что-то было, это ценно было для меня. Не могу это забыть, понимаете. Давай принимать дары. Нужно всегда это делать в семье, допустим. Древние люди говорят, веды предписывают, что муж своей жене минимум раз в месяц должен делать подарки. Не ожидая ее просит. Вот я вижу, как все же видят. Женщины, посмотрели на своих мужей. Им это нравится. Я же вижу, что это надо делать. А почему это предписывается? Почему напоминает? Потому что мужья забывают об этом. У них другая природа. Женщина имеет природу ребенка. Ребенку, если что-то не дать, он будет думать, что его не любят. А если дадить, он будет любят. Женщины и дети, они на одном уровне говорится. Поэтому раз в месяц муж покупает жене какой-то подарок обязательно. Чтобы напомнить, что он имеет эту любовь. Их отношения как бы обновляются, освежаются. Они счастье чувствуют. Да, а что ты мне сегодня подарил? Давно меня не дарил ночевать? А что с тобой? Ну-ка, расскажи мне. Да нет, просто так. Да я не хотел даже, но так вот просто. Подумав, вспомнил про тебя. А помнишь, что... И начинаются нормальные беседы какие-то. Кажется, есть о чем поговорить хорошим. И рутина не мешает, как-то освежается, потому что мы же души. Представьте, какой у нас потенциал для общения, если мы начинаем познавать друг друга глубже через любовь. Ведь по-другому познать невозможно человека. Но становится скучно и неинтересно. Здесь обычный человек. А там такая душа, частичка Бога вообще. Так описывается. Вот эти даты очень важны, делать подарки. Понятно, что на дне рождения мы это делаем. Угощать пищей, освещенной, приготовленной с любовью. Изысканной пищей. И принимать такую же пищу, как угощение. Это тоже другой момент, еще более глубокий отмен. На пищи держатся все наши отношения в обществе и семье. Какого качества пищи, такого качества создания. Как мы сказали, мясо в доме часто. Не будьте счастливы. Невозможно. Хотя много вы достигнете при помощи вот этой силы мясной агрессии. Сможете добиваться там, деньги там, хитрить как-то это, быть крутым человека. Можете стать. Да, с оружием ходить иногда. Можете решиться на такое, потому что пища может сделать вас таким крутым. Мясо, водка и секс. Это тоже двигатель. Тоже можно достигать чего-то. Но только врагов будет много очень вокруг. Дом будет похож на крепость больше. Чем на самом деле дом, где человек живет и любит. Там будет все охраняться. Будут сейфы, будут, знаете, выставлены. Патрули иногда у богатых людей нанимают, чтобы с камеры на входе в калитку. Потому что они боятся людей окружающих, завидуют. Те, кто таким образом действуют в мире, сильно и неправильно, их боятся, но их не любят. И он охраняет свою жадность в этом сейфе. У него даже ружье, пистолет есть, пожалуйста, и охрана. Все есть. Но самое странное в том, что в какой-то момент времени, всего лишь момент, за один момент он теряет и дом, и деньги, и ружье, и охрану, и жену, и детей. А жадность и зависть берет с собой в следующей жизни. Какие странные законы. Это описывают веды. Вот какая история. Не кончается она с отмежью этого цикла, а продолжается. И как мы родились в этой жизни, мы еще раз рождаемся. Мы же не помним, как происходит. Это факт, что мы уже родились с вами. Это можно сделать не один раз. Это закон природы. Все рождаются и умирают постоянно. Это замкнутый цикл рождения смерти, называется самсара. И мы находимся в этом цикле. Поэтому не так, что после меня хоть поток, хоть трава не расти. Это совершенно не так. Согласно этих исследований ученых, также из памяти прошлой жизни у всех людей можно эту память пропустить. Только нежелательно. Не думаю, что нужно к этому стремиться. Но есть Джастис Маррона, есть люди, помняющие прошлую жизнь. Досконально. Много лет назад в газете было известие о том, что одна женщина в Краснодаре, вернее она училась в школе тогда, она плохо училась. И учительница английского языка накричала на нее резко, накричала на нее в гневе. И та упала в обморок на уроке. На то, что не знала предмет. Там была критическая ситуация, кризисная, и она упала в обморок. Очнувшись, заговорила на классическом английском языке. Не только это, она знала 300 языков. Практически все основные языки мира. Она говорила на всех языках мира. Потом забыла. И работала продавщица в магазине в Краснодаре. Странное явление. Не так ли? Откуда это память? И она себе тоже испытывала некоторые вещи. Что в какие-то стрессовые моменты, сложные очень, пробуждается память, и вы начинаете вспоминать то, что вы никогда не знали. Как будто бы. С вами такое случалось? А момент смерти, человек за одну секунду вспоминает все слышно, детально, то, что кажется, забыл. Все помню, все записываю. Все свое ношу с собой. Если я забуду, мне напомнят потом там, покажут еще на экране, ведь вся моя запись тут при мне, флешку включат. И я сам увижу всю свою жизнь и скажут, вот такой вердикт, справедливо. Да, мы несем ответственность за все свои поступки. Со смертью тела ответственность не снимается. Это лишь тело. Сознание бесмертное. Так говорят древние. Все. Все описания мира это утверждают. Не можем с этим спорить. Это священные книги. И о чем мы говорили до этого? Кто помнит? Додатель. Додатель, совершенно верно. Принципы додатель. Освященная пища, это очень глубокий обмен любовью. Когда мы готовим на огне пищу с любовью, эта энергия любви, она входит в пищу. Мы всегда любили блины от бабушки, правда же, больше всего. Там больше такая любовь бабушки особо. Пища очень на огне, особенно когда мы готовим, мы готовим со своей кармой, как бы, со своими настроением. Поэтому очень важно готовить пищу с любовью для того, чтобы принять гостей. Ведическая литература предписывает любому семейному человеку, когда он готовит обед, и обед готов, хозяин выходит на улицу, в Смоленске прямо. И громко говорит, кто голодный, заходи ко мне, пообедаем. Конечно, люди, наверное, шракнутся, в Смоленске все, в разных случаях, шизофрения какая-то. Да нет, нет, просто от всей души, но хочу угостить, ну, заходи. Он снова скажет, ну, погоди, я не готов, я не ожидал, я тебя не знаю. Да ну пойми, ну просто я хочу с тобой пообщаться, ну, познакомиться. Ну, вот дом мне, жена, познакомься, заходи, ну, давай заходи, ну, будь гостем. Ну, как на Кавказе, делают же так и до сих пор. Достань гостем, да заходи, с улицы, да не важно, заходи сюда, давай, садись, пей до дна. Это традиция ведическая, древняя, это предписано всем семейным людям делать, открывать свой дом, иногда приглашать гостей кормить этой пищей, что вы приготовите, с любовью, и это будут ваши друзья. Столько будет у вас друзей, хороших, столько будет хороших людей в вашей жизни, столько будет общения удивительного. Стать дорогим человеком можно за одну секунду, и можно за одну секунду стать врагом. Один человек, это были 70-е годы, теряющийся в догадках, ну, где-то 70-е годы, да, в Риге. Я помню это, это передавали по телевизору эту историю, ведь Северский Союз знал, я знаю эту историю. Шел человек по улице Риги, в центре Риги, и увидел на подоконнике дома старого, там высокие очень, знаете, такие пролеты, этажи, девочка спит на подоконнике, лет четырех детей. Открыты окна, и она прямо на подоконнике спит, смотрите. Оказалось, что она одна там дома, родители вышли куда-то, она смотрела в окно, ждала, я открыла окно, ждала, где-то мама и папа и ушла. И вот эта девочка переворачивается во сне, смотрите, она сейчас будет падать. Это реальная история, то есть все, потом этого человека снимали, показывали эту семью, все это, все подробно всем рассказали, по всем новостям. Девочка была спасена этим человеком, он бежал как сумасшедший, он видел, что девочка уже падает, на ходу снимал плащ, вот этот плащ, но ее поймал. Все, легкий испуг, ничего страшного не будет. Он стал самым дорогим человеком для этой семьи на всю жизнь. За одну секунду с ним. Вот как люди могут жить. Вы говорите, вот кого любить, кого не любить, сердце же не прикажет, но простите, вы свою мать будете любить, неважно, как она выглядит уже старой. Может там зубов нет, может там уже разума нет, а вы ее любите, почему? Жертва жизни этого. Вы не сможете не любить, потому что вы любите эту жертву, эту любовь, которую она отдала вам в течение всей жизни. И ваша жена тоже это делает. Она стареет, становится некрасивой. А куда она дает красоту? В Англии. Если говорить на чистоту, то это все в обмене, вы принимаете, вы любите уже не тело, а эту жертву, душу любите там. Брак священен, говорит, духовен. Это духовный уклад, религия, это семейный уклад. Это не конфессия. Как говорят мусульмане, не любовь важна в браке, а забота. А вот оттуда же любовь рождает она еще. Не вожделение, а любовь. Вожделение это талия, это грудь, это вот все такое. Это тоже привлекает, безусловно, это тоже механизм работает, но это биологическая природа, недостаточно для человека. Она как привлекает, так и отталкивает потом. Когда присущаются люди. А вот служение связывает, долг, жертва, вот это что-то настоящее. Поэтому, говорится, любишь брак на всю жизнь, верность, и исполняй свои обязанности, служи, заботи, обещай. Это говорят мудрецы. А зачем брак? А чтобы сексуальную деятельность ограничить, чтобы они ходили туда-сюда. Браки допускаются для того, чтобы были хорошие дети и потомства. Это цивилизация человеческая. Это не животные цивилизация. Тут не должно быть распутства какого-то, грязи в уме. Этого вожделения, гнева, раздражения, неудовлетворения, злости, злых слов, разводов, брошенных детей, нежеланных детей, аборты. Мы говорим, кризис, как у Булгакова, собачье сердце. Разруха. Ну, в чем причина? Разруха. Что за слово такое? Разруха. Не мочитесь мимо унитаза, не будет разрухи. Он говорит. То есть вы же сами делаете разруху. Говорят, разруха. А кто такая разруха? Где она? Мы же сами эту культуру отвергаем, видите. Мы начинаем жить эгоистично, все более и более отчуждаемся друг от друга. Даже родственники плохо понимают друг друга. Даже муж и жена живут, не зная толком друг друга. Поэтому на всякий случай в ЗАГСе можно потом развести. Если не получится. Мы не уверены. Разводов нет, братья. Мы не можем пойти в ЗАГСе развести. Нет, не существует этого изначально. Это исключительный случай, когда мужа навредят друг другу сознательно. Это в этом случае. Но в общее правило не существует разводов в природе вещей. Потому что, когда происходит сексуальная связь, соединяются тонкие тела. Муж и жена – это не родственники. Это одно тело. Так говорится. Если вы имели брак, потом другой, значит, у вас два мужа. Так и останетесь. Так и отпечатаетесь. Вы не сможете достереть. Потому что тонкие тела связаны с сексуальной энергией. Очень сильная, могучая. Весь незаконный секс и извращенный секс относятся к разряду черной магии. Это способ подчинить партнера, чтобы управлять им. Как надругательство используется. Насилие различной формы. И все, и подчиняется человеку. Он становится зомби. Эта сексуальная энергия очень опасна. Она регулируется браком, освещенным для зачатия хороших детей и потомств для будущих. Это высшая культура. Сейчас культура все еще сексуальная, пробужденная вот этой западной волной. И там люди уже давно понимают, что эту волну нужно посадить на место. Это уже пользы никому не принесло. Здесь всегда пожил. Изначально были очень высокие традиции. Даже в советские времена моральный уровень все-таки было людей повыше. В России изначально люди были самые целомудренные женщины. Изначально такая культура была. Конечно, были разные периоды времени. Это можно спорить об этом. Как это было, как нет. Но Русь ведическая и вот эти ведические древние знания, она была такая. Никогда женщина не смотрела на других мужчин, кроме своего мужа. Такого никогда не было. Эта женщина была звезда. И специально обучали таких женщин. Они были особенно подготовлены для хорошего именно потомства. Как в сказке у Пушкина, как была я была царица. Я была батюшки царя, родила богатыря, а она знает, как это делать. Как родить хорошее потомство. Мы сейчас не уверены, кто родится. А есть знания такие. Нужно рожать хороших детей, гениальных детей, талантливых детей, в добродетели и могущественных личностей. Это тоже искусство. Это не секс. Это другая культура. Секс это несложно. Этому учиться не нужно. Не нужно получать образование. Это даже собака знает, как делать. Без образования. Прямо на улице выкупляются и им достаточно потомства. Только их никто за это не прославляет. А человек прославляет, когда у него хорошие дети. Великие потомства. Дети проводили эксперимент. Я еще давно читал об этом в российских газетах. Одно маразон. Дети рождаются и кричат. Беспричинно кричат. Вот пытались выяснить причину их беспокойства. Выяснили три причины. Децибельные, никотинные и алкогольные дети. Так они их называют. Причина беспокойства алкоголя. Потому что мать беременная принимала алкоголь. Когда он рождается, ему нужна дозу. Похмели, знаете. И он орет. Орет и все. Нет причины. Все вроде есть. Орет. Здоровый ребенок. Доза нужна. Никотинные дети, соответственно. Децибельная музыка. Бум-бум-бум-бум. Мать развлекалась. А в роддоме тихо. Нет. Бум-бум-бум-бум. Тоже кричит. Требует продолжение праздника. И так Веда говорится. В каком монастыне начинается ребенок такого качества рождается существо? Родители, скажем, обижены друг на друга. Вступают в связь. Родится замкнутый ребенок. Не достучаться будет за него. Все жилы вытянуты. Родители вступили в вожделенный союз. До истерики вожделения. Родится похотливый ребенок. Вы не сможете его подчинить. Непослушный. Трудный. Что с ним делать вообще? Хоть убей, не слушайте. Но это наше же вожделение воплотилось. Или наши обиды воплотились. Или наше недоверие воплотилось. Или наш страх за будущее воплощается. Что с этими ребенками? Я вдруг забеременею. Что буду делать с этими ребенками? Он как раз появляется. Как раз начинается в это время. Мысли, состояние, настроение. Это наш ум. Наша психика. Очень могущественная. Поэтому где зачатие начинается? В сердце. Потом переходит в ум. А потом уже не сложно это сделать. Нужно желать хороших детей. И думать, соответственно, возвышенно. Это искусство. Медитация. Да. Медитация на Бога должна быть. То есть человек без возвышения мысли до божественного уровня не способен творить великие вещи и создавать великие цивилизации. Все великие цивилизации были высокодуховные. Нельзя построить цивилизацию материалистическую возвышенную. Падают нравы. Женщины становились легко доступными. Рождаются нежеланные дети на гнине, не такие, как мы хотим. И все, и мир превращается в хаос, в какой-то ад. Вот такие цепные реакции называются. И как же выйти из этого кризиса? Да. Ум нужно возвышать каждый день. Так же, как мы умываемся каждый день, зубы чистим каждый день, регулярно стираем одежду. Ум тоже нужно очищать. Он тоже требует омовения. Духовная энергия – это медитация на священные слоги, на священные тексты, на священные понятия. Для этого существуют книги священные. Уже выбирайте сами, какие хотите. Я изучаю веды. Кто-то будет изучать Библию, кто-то будет изучать Коран, неважно, кто-то будет все вместе это изучать. Но эти книги нужно читать, иначе мы не сможем воспитать ничего хорошего в своих детях, ни в себе самих. Как мы сможем поколение сделать лучше, если мы не можем подать примеры лучше? Как мы научим кого-то бросить курить, если я сам не бросаю курить? Как я кого-то научу трезвому образу жизни, если сам зависим от алкоголя? Также, если мы обладаем качественными духовными, естественно, они переносятся на нашу семью. Да, говорится, святочек спасает всю свою семью. Если он рождается в какой-то семье, он спасает всех своих предков. Какое сильное явление. Но если в роду, говорится, нет ни одного святого, род считается проклятой. Тогда для этого приходят пророки. Пророки известные. Мы сейчас называем это религия. Это пророки приходили. Принесили этот свет, который мы потом превращаем в какие-то религии враждебно настроенные. Это уже мы с вами делаем. Не они. Они никогда не приносили вражду и ненависть. Нет, они приносили высшие заповеди. Заповеди человеческой духовной семьи. Примените все эти заповеди, это семья. Не завидуй, не кради, не лги, не прелюбодействуй, почитай старших. Разве это не принципы семьи? Сразу видим, вот да, мы так и хотим жить в семье. А что касается чужих людей, мы же отшуждаемся от этой семьи. Вот тут мне трудно применить. Они же чужие. По-другому пахнут. Собакам чужой запах. Вам! Чужой! Этому учить не нужно, видите. Тут работает такая материальная нижняя природа. А человек может победить ее. Духовной природой. Что мы в себе пробудем? Две собаки грызутся в сердце. Говорит, одна черная, другая белая. Какая победит? Какую мы кормим? Нам всем нужна духовная пища. Я спросил свою бабушку, когда она была жива еще. Она дожила почти до 90 лет. Ее жила еще не своей смерти. Когда я столкнулся с ведомыми, я, конечно же, получил представление о Боге оттуда впервые. Потому что я воспитывался в атеистическом обществе. И первый раз я узнал научно именно о Боге, как абсолютная истинность. И вот в пансиях именно известно. Я подошел к бабушке и говорю, бабушка, а ты веришь в Бога? Мне никогда об этом не говорили. Было запрещено в школу. Чтобы родители не учили этого. Школа обучила, а ты июнь. Бабушка мне говорит, что значит веришь? Раньше все верили. Я говорю, как все? Как же? Разве это не истина, что Бога нет? Нас только этому учили постоянно. Никакого Бога нет. Есть вот эти законы, природа, химия, физика. Смотрите, почему здесь Бог вообще? Гагарин вылетел на орбиту планеты и никакого Бога не видел. Да, многие люди стали атеистными, просто благодаря тому, что не увидел Бога там, в космосе. А когда шахтеры рыли все эти вот шахты, они там не видели ада. Нам в школе показывали такие кино. Видите? Нет ада, нет Бога. Чего верить? Во что верить? Бабушка говорит, раньше верили все. Говорю, как бабушка верили все? Да вы что? Да, в каждом доме были иконы, образа, все молились, у всех были священные книги, какие-то Евангелие, Библия, все читали. А потом что случилось? А потом какие-то люди пришли, сказали, это все провокации, снимайте иконы. Ну мы сняли, мы не знаем. Вера-то была, а знаний-то не было. Теперь речь идет о другом, не о слепой вере, а о науке, науке жизни. Познать живое существо, начинается познание себя. Не так-то просто познать Бога. Есть выше разум, существует. Но его не так-то просто познать, нужно познать себя. Мы маленькая копия Бога, говорится, душа, маленькая. Он же безграничный. В сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома, эта сила, эта энергия управляет всем, это космический разум. Он все пронизывает. Столько измерений, столько миров, все это описывается в древних книгах. И многие уже мудрецы владели этим знанием в прошлом. Могли понимать все эти измерения. Любое измерение означает измерение любви. Настолько мы разуем любовь к всему живому, настолько мы перемещаемся в новое измерение жизни. Находясь даже в этих условиях, где мы работаем, где есть семья, все как-то обычно, а вот необычно, потому что во всем этом уже есть любовь и смысл. Высший смысл. Одно дело, что я пищу готовлю для себя, а другое дело, готовлю для Бога. Это огромная разница в восприятии, ощущениях и сознаниях. Одно дело, что как солнце вижу, как генератор ядерных энергий, света и тепла. А другое вижу, как в Куранах, глаз Бога. Это разное восприятие, предательное. И одно другое не исключает. И то, и другое можно видеть. Но это уже мир полных тайн, загадок. Это уже совсем другое отношение. Это не скучный мир, где даже солнце скуку навевает. Это чудо, а не мир, если мы видим божественным взором, а не физическими этими холодными, законными, чувствами, для земли и жучок. Дитя, как говорится, тут отношения. Нам показали фильм по физике о солнце в школе. Я до сих пор боюсь солнца. Красный метод физики. Какой страшный бег. Там рванул такой прозубиранец, а физик нам говорит, нам повезло, в том году был когда-то такой прозубиранец, но он был в другую сторону от земли. Если был бы в нашу сторону, земля бы сгорела. Ну и боже мой, где мы живем вообще? Так мы тут как на бочке в порохе. Тут еще планета Нибиру появилась, там еще конец света в 2000 год пророчили. Тут столько опасностей вокруг оказывается. Страх божий. Солнце страх навевает. Любой астероид страх навевает. А вдруг еще что-то страх навевает. Это не наука. Это паранойя. Древние называли солнце, красное солнышко. Они доверяли с этим энергиям. Они общались с этими энергиями. Они любили все эти энергии. Природа не враг нам. Нужно менять свое понимание жизни. Не нужно здесь выживать. Нужно любить, жить, а не выживать, не бороться за выживание. Алина Человна провел другое наблюдение. Как живые существа выживают. Я был сам поражен, когда я делал эти кадры. Сейчас эта линия уже известна. Люди уже знают этот момент. Но раньше я был поражен. Потому что согласно теории Дарина, выживает сильнейший, у кого клыки крепче зубы. А он показал другое в природе. Я сам очень удивился. Пингвин Антарктида минус 60. Как они там выживают? Он наблюдает. Все, съем, мы смотрим пингвин. Пингвиниха откладывает яйцо на лапу пингвину, не на снег. На снег верная гибель. Замерзнет. На лапу пингвину. И тот его брюхом жирным покрывает сверху. И сидит. А на время уходит в море. Набирает вес и молоко. Месяц. Вместе с этим пингвины несчастные стоят на этом снегу. Самцы взбиваются в кучу от ветра. Но ни за что не бросят под животом держат яйцо вынашивание. Вот как они выживают. Любовь есть у них. Отцовство материнства. Вот она энергия выживания. А не звериная энергия. Наоборот. Потом он углубляет и приходит мама кормит все остальное. Другой пример. Черепашка. Из лица вылупилась. Черепашки они так появляются и сразу бегом-бегом-бегом-бегом потому что это сейчас то птица кто крокодил съест в воду стихию свою. Черепаха уже в океане давно. Они сами выбираются на сушу. Одна черепашка там заблудилась запуталась и все. Прям показывают. Вот все убежали одна здесь опасной ситуации и рядом холодные холодные рептилия крокодилы. глаза открыли черепашку и князь начнет. ну все конец живет и зубами вот так и относит вот я вам прошу. Даже холодные рептилия может нечувствовать. Посмотрите как мир вышивает. Не только едой не только обороны а главное потому что есть любовь. Как ребенок выживает на родине? Он не выживет нескольких часов без матери. на любви держится на сострадание и на прощение. Если бы на удар отвечали бы ударом на каждое на дурное слово только дурными словами на убийство убийством мы бы не выжили уже никогда. Вот пока еще кто-то прощать умеет мы живы с вами. И кто умеет прощать? Мать. Все кто умеет прощать это наш мать и отец мы учимся у них да вот этому терпению это земля прощает тоже мать. Манус Амхити говорится после Бога поклоняйтесь матери. Мы должны думать о святости о чистоте а не о сексе не о чувственных наслаждениях. Это кризис невозможно будет жить. Мы же душа мы не можем жить в таких условиях страшных для души и нет ни любви ни доверия и каждый сам для себя. Мы же мечтаем о другом мире и мы только смотрим кто же первый начнет я согласен любить но меня сразу топчут если я скажу всех люблю меня же обманут точно я боюсь первым начинать может кто-то посмирение начнет подаст пример нет начинайте себя потому что как только мы стоим на путь духовности получаем духовную защиту не бойтесь ничего искреннюю душу не обманешь вы не забудете и нет такой силы злой которая могла бы уничтожить настоящее добро настоящее добро непобедимо если не возрастить себя это настоящее добро от всего сердца это непобедимая сила она покоряет непокоримое такая вербость что если в горе сказать иди сюда гора подойдет и все остальное просто приложится говорит как Христос сказал что все остальное просто приложится ведь вы же о себе даже позаботиться не можете чтобы даже налог Вы хоть высоты прибавить не можете. Но если вы главное это сможете сделать, все остальное приложите. Марфа бегает по хозяйству. Едва успевает принимать гостей. Там Иисус сидит, там гости. Сбилает с ног. А Мария у ног Иисуса сидит и слушает. Говорит, Мария, иди помогай мне. Она сидит, слушает. Одна Марфа бегает. Она к Иисусу, учителю. Я вот тут с ног сбил. А Марфа просто сидит перед тобой. Интересно, как он ответил. Вы же помните? Марфа, Марфа. А о многом ты беспокоишься. И ведь одно только нужно. А все остальное прикладывает. Будет любовь, будет разум. Будет любовь, будет сила. Будет любовь, будет внимание. Будет любовь, будет отношение. Будет традиция. Все будет. Красота внутренне будет. Все остальное приходит само по себе. Столько, сколько нужно для жизни. Не нужно копить. Из страха. Но этому нужно учиться в семье. Это как бы наша главная обязанность воспитать таких детей своим примером, своими знаниями, своим опытом. Складывать туда. Но этому нужно учиться. Каждому из нас нужно учиться всю жизнь, пока мы живем. Если мы будем учиться этому, наши дети тоже будут учиться. Мы не скажем всем детям, я уже все знаю, слушай меня. Нет, я тоже учусь, как и ты. Я просто больше опыта. Но я тоже ученик. Я тоже слуга. И ты тоже слуга. Мы все слуги. Тут нет господств. Бог один. Тут нет господств. Слуги найдут общину. Господа нет. Господа дерутся за господство. А слуги нет. Мы должны сами находиться в служении и обучать других служениях. Нельзя просто сидеть и ждать каждый день своего счастья. Ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Знаете, это происходило уже многие годы, многие жизни. Мы все еще здесь, в поисках счастья. И все еще не удовлетворены полностью. Ни молодые, ни пожилые, ни дети. Никто не удовлетворен. Так устроен вот этот материальный мир. Но если мы вкладываем в духовные знания, мы даже не замечаем этих неудобств. Этих кризисов. Мы просто не заметим. Мы скажем, о, жизнь была прекрасна. Она была трудна, она была прекрасна. Потому что я чувствовал эту любовь. Я получал знания, я получал мудрость, я получал опыт. Я чувствовал, как через дня протекают эти трансцендентные духовные знания. Как Бог в сердце откликается. Что нужно еще человеку? Ведь даже смерть его не испугает в таком сознании. Смерть это не для души пробужденной. Смерть это подобно сну. Каждую ночь мы засыпаем. И часть сна, глубокий сон, бессознательный сон. Это подобно сну. Когда эмбрион разливается у любви матери, он находится в глубоком состоянии беспамятства. Пробуждается в состоянии сновидения все месяцев. Начинает реагировать даже на окружающие, двигаться. Это полусонное состояние жизни. С глубокого сна выходит в сновидение. Но когда просыпается, он выходит наружу. В водостыне. Мы каждую ночь с водостыня погружаемся в солнце, в сновидение, потом в глубокий сон. Именно там получаем развитие энергии. Обновление. Без сна невозможно. И что происходит в этом измерении, мы не знаем, потому что сознание отключено. А нам бы надо знать, что там происходит, как мы восстановим свои силы и интеллект. Абсолютно спокойно в этом состоянии. И тело насыщается энергией. Мы не помним ничего. Просыпаясь, думаем, о, я хорошо отдохнул. Энергия. Вот она. Откуда? Я не помню, не знаю. А в днем я эксплуатирую свое тело, смотрите, и устаю. А я его так неправильно использую. Но если мы будем использовать правильно, как в глубоком сне, не привязываясь к плодам, не враждуя ни с кем, как написано в этих книгах, вы увидите, что вы не устаете жить. У вас счастье увеличивается. И во сне, и в водостыне. Всегда вы чувствуете прилив силы и энергии, желание жить и продолжать себя. Нет этой усталости ума. Устает тело. Это нормально, это хорошо, полезно. Стоит, отдыхает, оно так поддерживается. Это нормально. Но дух, он не может устать. Поэтому все эти заповеди даны нам из другого измерения, неосознанного нами, как поддерживающая сила, дающая нам силу, энергию жить, энтузиазм. И когда мы достигаем такого сознания, и даже во сне мы заняты полезной деятельностью, даже сон не бесполезен, но это уже результат большого очищения. Вот в чем истинная наука человеческая. Кризисы, как испытания, тоже хорошо, ведь мы же учимся. Болит печень, ну значит, нужно пищу изменить. Кризис, значит, нужно поведение изменить. Так мы учимся. Вопрос в другом. Насколько мы умеем прощать и просить прощения? Вот это выход из кризиса. Если вы думаете, что жизнь вообще уже невыносима, то простите всех, всех обидчиков, и простите прощения, кого обидели. И вы увидите жизнь, и начнете заново. И никакого рака. Да, это обновление приходит именно в уме, внутри, в сердце человека. Что мы же копим эту тяжесть. Помним обиды, как от них издавить. Я не могу простить человека, не могу простить человека. А как его прощу? Да его после смерти не прощу. Достану из могилы потом. А надо учиться этому. Понятно, что когда человек совершенно агрессивный, совершенно как зверь, мы просто с ним не общаемся. Просто избегаем такого общения. Но мы говорим о нашей семье, о наших традициях. Сохранять единство нужно духовное. И когда мы все вместе, мы сильны, мы преодолеваем любые трудности, и причем с радостью. И мы закаляемся, мы все сильны в этих трудностях. Где же кризис? Где же проблема? Проблема только в невежестве. Вот у нас такой сегодня серьезный разговор. Было мало шуток, мало развлечений. Но у нас сегодня одна лекция, мало времени. В сжатой форме пытались разложить суть нашей темы. Как вы видите, это не шоу, это серьезный разговор. Я не актер профессиональный. Это другая задача. Если есть вопросы сейчас, можно спросить. Могут быть записки, как удобно. Вот есть рука, пожалуйста. Скажите, как с вами надо относиться к несправедливости? К чем? К несправедливости. К несправедливости. Есть три варианта. Если вы видите, что какие-то люди плохо поступают, вот точно не к нам, то попытайтесь дать знания этим людям, чтобы они видели себя лучше. Влияйте на них знания. Если вы видите, что причина этих несправедливостей ко мне, мои ошибки, мое неправильное поведение, я пробую в них какую-то агрессию, то я работаю над собой, чтобы быть осторожным в следующий раз. С людьми тоже нужно общаться осторожно, чтобы не пробудать зависть, агрессию, скажем, или какие-то вещи. Значит, первый вариант, это я влияю на людей. Другой вариант, я работаю над собой. Если вы видите, что это несправедливость происходит ни по причине этих людей, ни по моему поведению, а по стечению обстоятельств, я это терплю. Вот три варианта. Работаю над собой, влияю на окружающих людей, и терплю, когда ситуация независима от этих людей. Вот, наш вопрос. Мой муж не требует и вычет не хочет. С одной стороны, если говорить, что это не так бывает полезно, для терплянства, чтобы забить с чего-либо в жизни, так как он является бизнесменом, может быть, это ему поможет. Как мне к этому относиться? Я, конечно, стараюсь готовить, как можно меньше, чтобы он не подъедлял мясо, то есть, более разнообразную вещь, более вегетарианство, но мой муж не должен быть, как в весной детстве, поэтому здесь не нужно. Хорошо. Важный вопрос, практичный вопрос. У вегетарианства есть несколько сторон важных, касается вопрос знания. Одна сторона – это здоровье. Энергия, то есть, вегетарианцы, они имеют особую энергию и особый вид здоровья, так скажем. Это одна сторона. Другая сторона – философия. То есть, для чего мы сносим вегетариантов? Не только для здоровья, но и для очищения разума и сердца, чтобы можно развиваться было еще дальше, еще глубже, как лично. Нужно то и другое обсуждать. Постепенно можно будет ограничивать как-то мясо, ну, как-то так. Мягко, плавно. Человек может почувствовать все-таки преимущество вегетарианства. Мы видим, что в мире сейчас все больше и больше вегетарианцев, веганов и так далее. То есть, эта волна, она, тенденция прогрессирует. Сейчас в самолетах вегетарианские блюда уже предлагают, скажем, даже в армиях, где-то в каких-то странах есть вегетарианские диеты для солдат. Уже это, с уважением к этому относятся. Впервые в истории ток-шоу недавно прошел в Астане, столице Казахстана, по вегетарианству. Уже и всемирный день вегетарианства по всему миру. Волна идет хорошо. Поэтому продолжаете постепенно влиять благотворно на умы близких родственников своим примером, постепенно привлечая к этой освещенной, чистой пищи. Я 30-го года вегетарианин. Нет проблем. Дочь с рождения вегетарианка. Нет проблем. Жена тоже вегетарианка. Нет проблем. Ни у кого нет проблем. Нет необходимости в этом. Но мы знаем кухню, конечно, законно, как питаться, чтобы не скудно было. Вы тоже знаете, я думаю, это хорошо. Это очень вкусная и питательная кулинария. Так что вопрос терпения и воспитания, образования. Здравствуйте. Алиса, Алиса, спасибо за лекцию. Можно два вопроса? Один очень важный для меня. Я пришла в духовную практику где-то года два назад. И, наверное, полгода назад меня в такой поразил очень сильный кризис. У меня умер дело, что Юрия считает сетесь в квартиру. Я всегда очень, пожалуй, любила православие, самоокрещенное. И вот в одной книжечке мы хотели сетесь в квартиру и прочитали, что нельзя ее освещать, если находятся дома сатанинские книги, типа, как это китэ, если дома занимаются йогой и так далее. У меня это был такой очень сильный, сильный удар. Я, наверное, даже на два месяца полностью выполозил обе жизни. Просто не хотелось таких в основных кризисе, стрессе. И только сейчас более-менее опрималось. А, все-таки опрималось, ну, слава Богу. Я сразу опримался. Так в моей судьбе сложилось, что я никогда не читал Священное Писание по причине того, что я вырос, родился в атехическом обществе. Я ни разу в жизни не прочитал ни Евангелие, ни в ни одной церкви, когда жил на Тевере. Не было там церкви. И в первый раз ты узнал о Боге из книг. Это из Веды. И благодаря Ведам я уже открыл для себя Иисус и другие источники. И Коран. Видите, у меня получился Твой Бог. Я в прошлом году был в Иерусалиме, например. Я очень хотел, мечтал об этом. Быть в том месте, где был Иисус. А почему? Веды меня привели к этому. Дали эту возможность эту Веру я абсолютно верю в Супер. Как же эта книга может быть сатанистом, если она дает эти вещи? Переводит к Суперсу. Да, я с вами согласна. Я вот так же приходила к этому с ума. Было очень трудно. Потому что мне кажется, что в этой книге я опять же не осуждаю ни в любом случае православия. Я хожу постоянно в церкви. У меня на каждом неделе это бывает. То же самое время медитирую. Мне кажется, что это просто способ познать Бога. Можно ли познавать его двумя путями? То есть и молиться православным и медитировать. Это же не противоречащие, друг другу ведящее совершенно. я не чувствую противореча. Я только вижу разницу в настроениях и все. Спасибо большое. На втором вопрос у меня будет опять же по вегетарианству. Полтора года я не ела мяса, для меня это было очень легко. То есть я отказалась от мяса сразу практически, как вот пришло осознание. Но опять же полгода назад, когда был удар на ревне, так получилось, что я стала очень сильно бреднеть. Потом сдала пройбу и сказала, что ликоцепты были очень снижены, то есть ниже нормы. У меня еще мало врач. Сразу начались дома истерики по поводу того, что это все происходит из-за того, что ты не ешь мясо, ты так тебя вообще погубишь. И мне пришлось сдаться, и я начала по чуть-чуть есть курицу. Так же до сих пор я могу в любой момент, как мне кажется, бросить это делать, но уже какой-то появился страх. То есть я восстановила здоровье и я не знаю, с чем это было связано. Может, из-за стресса, да? Восстановила здоровье, но теперь есть какой-то такой страх, что вдруг опять все повторится. Я не верю в курицу. Нету мне верю в курицу. Я верю в сознание. Джас Мухин, известная австралийская, она вообще не ест, гадание не пьет. Не знаю, как сейчас, но когда приезжал в Владивосток, несколько лет назад давал эту же лекцию, а она к этому времени уже несколько лет не ела, не пила, питалась солнечными лучами. Это вопрос сознания. Что нашей пищи, это вопрос сознания. Вопрос в том. Микрофон. Датом будет день 15-й, на следующий 15-й. Вот еще раз посмотрите, какой день. 07 финал. Это для вас задача? Нет, ничего. Пройдет этот день нормально. Как обычно. Здравствуйте. воспитывать детей, если в семье у родителей разная вера? Это неважно. Вера может быть любой. Это вопрос выбора человека, его сердца. Не в этом дело. Дело в образе жизни. разный образ получается. Вот это проблема. Образ жизни, стандарты ищите это разные. Это трудно будет. Один скажет вегетарианин, другой ест мясо. Один не пьет, другой пьет. Вот это проблема. Но если стандарты ищите одинаковые, вера может быть любой. Или хотя бы мы должны уважать высокие стандарты ищите жить мирно. Выбирают дети сами, мы не навязываем. Если вы готовите. Выбор. Дети очень чувствительны к пищи, освещенной пищи, они очень чувствительны. У меня это знание пришло через пищу именно. Когда я впервые попробовал освещенную пищу вегетарианскую, меня все изменилось за один день. Я сразу понял вот этот путь. Чистота. Вот эти принципы. То есть принципы каковы? Не принимать интоксикации, включая даже чай и кофе, не говоря о алкоголе, табаке, о наркотиках. Так, второе. Не есть мясо, рыбу, яйца. Третье. Не играть в азартные игры, денежные махинации. Четвертое. Запрещение в законный секс. Это ведистская культура. Вот это источник всех страданий. Четыре вот этих порока. Как только мы стали это соблюдать, все стало наложиваться в жизни. Это мой область. Вся моя семья. Ну, допустим, муж на правах главной семьи все-таки настаивает на то, чтобы как минимум дети были приверживаться его веры. не муж глава семьи. А Бог глава семьи. Он не должен занять место Бога. Ну, так сказать, да? Это правда? Это правда? Это не должна быть диктатура? Это не диктатура, это давление. Я понимаю, насколько он мужчина, это мужская природа, он хочет, его уважали, именно его веру, его выбор, его образ жизни, его ценили. Но этого недостаточно, чтобы вести на праведный путь свою семью. Жена, если более чистая, он должен уважать это. Просто потому, что мужчина недостаточно в этом авторитете. Это всего лишь пол. диктатура. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Александр Евгеньевич. Хотел вам задать такой вопрос. Мы сейчас разговаривали о православии, а вот если вы, например, говорили про большинство, я прихожу в общину, допустим, не не община, а, допустим, мои знания, будут ли они противоречить, например, есть у христианских правота и свои какие-то убеждения, и эта культура моих, допустим, знаний не будет выразить. Любая правда, она всегда, как сказать, имеет место быть, у довольно много человек, кого-то личное убеждение. Да, личное убеждение. То есть, я с своим представлением, он имеет свои представления, может сказать, у общин, он имеет свои представления. Мои права. А, я понял, ты не понял, вопрос. Хороший вопрос. Как вообще истины, какой можно Бог выявить? Должны искусство истоз, перец, шива? То есть, имеются какие-то образы? Можно ли вообще Бог, или коже в память нет категоров? Можно ли у нас вообще на колодине есть? Бог не имеет образ? Хороший вопрос. Хорошо. Да, есть как раз разные категории как бы духовных людей. Вот сейчас об этом как раз говорите. Сейчас вы находитесь в поиске, в процессе поиски ваших отношений с Богом, личных. У каждого свои личные неповстримые отношения с Богом. Так и есть. Это правильная сторона, которую мы должны также принимать и уважать каждому человеку. Индивидуальность его духовную. Но эта индивидуальность отлично от другой должна базироваться на единстве знания. То есть единство и различие одновременно должно присутствовать. Что Бог как абсолютно истинно, как закон, общий для всех также существует. То есть философское например, например, есть законы музыки. Это скажем вот эти ноты, гаммы, гармонии всевозможные. Вы их изучаете. Они для любого стиля музыки должны знать. Классическая музыка, современная музыка, неважно какая музыка, законы одни и те же. Также здесь, что касается абсолютной стины Бога, закон единый. Но играете вы по-своему. Вы индивидуальность используете, когда играете, когда пользует эти законы получаются у всех индивидуально. Поэтому есть единство и разнообразие. То есть мы должны знать единую науку, но жить индивидуально с этим знанием. С Богом у всех неповторимые отношения будут. в этом красота единство и разнообразие одновременно. Так, у нас много записок. Александр Георгиевич, здравствуйте. Да, пожалуйста. Спросите, что вообще по вашему мнению ждет нас в будущем человечество в целом? Ведь все-таки есть имя того, кто не существует. Ваше мнение в нашем школе. Хорошо. Есть физические предсказания на этот век тоже. Я могу немножко рассказать. Что сейчас происходит? Что сейчас происходит? Хороший вопрос. Хороший. Сейчас попытаемся. вот послушайте, в целом есть разные эпохи времени, разные циклы юг. В каждую югу есть свои обстоятельства на планете, свои социальные устройства меняются, духовные практики меняются, тоже акценты меняются, потому что время меняется. Сейчас калий-юга. Век духовного упадка и обоскрепления вражды, говорится между людьми. Это вот век калий. Самый короткий век и самый тяжелый из всех, сложный, потому что водитель падает вниз. И в целом есть две категории людей. Суры и асуры на санскрите. Сура это значит божественная природа, асура демоническая природа. То есть качественно они отличаются люди. Качество отличается. Например, если один высокомерный демоничный другой смиренный скромный, другой смиреный к славе, третий нет. Кто-то жестокий, кто-то сострадательный. И вот смотрите, в век калии есть особенность, что сура и асура помещаются в одну личность, прямо в одного человека смешиваются. В каждом из нас есть и божественная наклонность, и демоническая наклонность, и плюсы, и минусы. В каждой личности. А в другие эпохи не смешивалось, то есть был порядок, была демоническая цивилизация, или браки, и божественные, они отдельно, параллельно существовали. И могли знать, как поддерживать мир между друг другом, не смешиваясь. Держась как бы на дистанции. В браке, допустим, если один имеет преимущественно божественную, другую демоническую, мира не будет в семье. Либо два демона должны быть, либо два божественных, по природе тогда будет какая-то гармония. То есть цель должна быть одинаковой между супругами. Вот в век Каве, поскольку все смешано, мы не понимаем, что происходит. Каждый за временем и прав, и не прав, и виноват, и не виноват. Каждый можно понять, и убийцу можно понять, и вора можно понять, что ему нечего есть. Можно и сострадать, можно и наказывать, все смешано. Странная ситуация, сложная ситуация. Люди спорят до потери сознания спорят сейчас. Где же правда? Но сейчас идет процесс разделения божественных и демонических качеств. Вот тогда наступает порядок. Сейчас мы находимся в этот период времени, когда распространяется духовное знание, и божественное будет к божественному отходить, а демоническое к демоническому будет разделяться, как будто эти сливки всплывут и отделятся. И вот тогда наступит порядок и ясность. Как только духовные знания утвердятся самостоятельно, определяются цивилизации на планете и такие, и такие. Что демоническая цивилизация там есть тоже своя высокая культура, просто у них другие цели, но они тоже могут жить в мире, но все же божественный и демонический конфликтует всегда. Есть история. Индра это царь небес говорится в этой истории. Он сура божественный, царь полумогов во вселенной. есть демон, представитель демона во вселенной, тоже сильный. И вот Индра идет по горной тропе, сверху лавина висит, снизу поселок людей. Тропа идет между и навстречу демона. Встретились с ними на узкой тропе, как говорят. Индра полумог, он сострадательный. Он смотрит так, лавина висит, внизу поселение. Сейчас будет конфликт, лавина сорвется, люди погибнут. Так, нужно избежать конфликта. И он встречает демонов, поступает на дорогу смиренно, говорит, пожалуйста, проходите, простите меня. Демон думает, а что он такой смиренный-то? Это мой враг, и я его враг. Смотрит лавина поселок, он хочет быть добреньким. Нет, я добрею его. Нет, пожалуйста, говорит господин, ты проходи, пожалуйста. Я после тебя только. Видите, они делают одно и то же, но мотивы разные. Тогда Индра думает, так, хорошо, я пойду. Демон думает, я тоже пойду. Пес сталкивает, не могу даже дойти. Что что-то делать? Нужно пожертвовать чем-то. Может быть, я его сейчас нанесу ему ранение. он меня ударит сильно, я упаду без чувств и кончится. Люди будут спасены. Зан меч нанес ему рану легкую. Я думаю, а что это он так не сильно? А, великомученик хочет стать. я великомученик, тоже нанес муран. И так они резали друг друга до полу смерти, пока они растащили в разные стороны. Вот это демон это полу бога. Они делают одно и то же, но с разными мотивами, с разными целями. Они делают для собственного престижа, для собственной славы, а другой делает это по-другому. Бескорыстно. Вот мы сейчас, когда говорим о этих законах, мы сейчас божественные законы пытались озвучить, то, что мы изучали из других священных книг. Озвучить примитенно к жизни нашей. Не как веру, не как новую религию представить, а как суть всего. Вот это наша цель. А религии должны очиститься от демонических качеств, благодаря знанию, которые приходят сейчас. То есть они остаются, все религии, которые есть, но очищаются. Так же, как и люди остаются, но очищаются. И есть также религии демонические, для демоничных людей предназначены, чтобы они тоже могли постепенно возвышаться. То есть есть такое разнообразие. когда пришел пророк Мухаммед, он сказал, что я вас пришел спасти от лжи ваших предков. Вы знаете, что началось? Наших предков не уважаешь. Война. А что они в конце сказали его враги? А в конце они сказали, он нас спас от лжи наших предков. Вот так история закончилась. Прошли через войну. То есть предсказано, что сейчас этот период времени, кстати, он уже длится примерно около 500 лет, если в целом взять историю планеты с этой точки зрения, это период распространения духовных знаний. Сейчас он набирает силу большую очень, потому что есть средства массовой информации, вот видите, мы тут тоже проводим собрания, лекции, встречаемся с людьми, интересов очень много, сейчас все больше и больше, эта волна идет. Она не должна смести все с лица земли, просто вести нужно. Божественность божественна, демоничность демонична, нужно жить ночью в мире. И только после этого можем понять, какой процветание нас ожидает. Неслышанное. Пока в одном сердце живет и демон, полубог, часть нашего мира не видать. Нужно что-то выбрать одно. Здравствуйте. Здравствуйте. смысл жизни. Не слово понять смысл жизни, а свой смысл. Свой смысл жизни указывает природа. Например, природа это пол человека, возраст человека, природа это профессия человека, природа это качество человека индивидуального. Этот смысл указывает природа, Как я должен использовать свою природу, это яйца в носу, с одной стороны. Но если еще духовная природа, это тоже в носу, она уже более высокая. Поэтому следуйте двум путям. Материальная природа и духовная. Материальная означает здоровый образ жизни, духовный поиск абсолютной истины. Две природы. Нужно быть третью и другую. Здравствуйте, можно? У меня очень безумно, у меня был вопрос по поводу инфектерианства и анонимии. У меня он касается точки, которые недостаточны, а сейчас содержание железа. Я как врач думаю, что причина не в этом. Вы помогите совету, чем можно помочь. И я знаю, что это не только наше вопрос. Что нужен доктор, квалифицированный, чтобы дать такой точный ответ вам. Что, видите, я же по-другому эти вещи объясняю. Я понимаю, что есть разные обстоятельства также. Разные состояния здоровья, допустим. Я это все понимаю. Да, нам приходится принимать какие-то медикаменты, которые не соответствуют нашим правилам, чтобы просто здоровью поддержать. Это тоже я понимаю. Но в данном случае нужно найти какую-то замену вегетарианскую, если это необходимо. Тут нужно быть специалист и идолог хороший. Я не такой специалист в этой области. Но я встаю добротиться к специалистам. Если я не захватываю рекомендацию психологические, моральные, может быть, поиск с несможительностью, счастье, дочек. А, анимия, да? Да. А, астма, киворфетка, киворфетка, киворфетка. Я бы посоветовал заниматься творчеством. Творчеством. Творческую энергию. Я видел таких детей. Вот они немножко такие депрессивные, подавленные, такие вялые. Но в творчестве они очень сильные, чувствительные. Это их оживляет, поднимает их дух. Также, когда вы читаете что-то духовное, вот, такое вот, знаете, возвышенное, они очень тоже зажигаются, как-то активируются. То есть, знаете, общение с природой очень важно, с чистой, с красотой, вот такие вот вещи. Я бы сказал, с Богом, но это вопрос пространный. Но красота – это конкретная вещь. Кстати, Бог, Он очень красив. Он с точным всей красоты. Как понять красоту? Как с Богом вообще-то? Через вас. Через вас. Вы проводник будете, мама. Вы проводник Бога для... Вы представитель Бога для ребенка. То есть, вы делаете эти шаги к Богу. Ребенок это видит, как у вас это получается, и он понимает через вас это. Я отец, и когда я общаюсь с детьми, я пытаюсь эту связь представить и моим детям. А иначе как они смогут понять? Ведь наука о Боге передается только тем, кого вы любите. Без любви не передает. Добрый вечер. Где вы? Может, нет? Вижу. Да, пожалуйста. Есть вот те ошибки, которые делали раньше в прошлой жизни, которые... Как можно сейчас проработать тот опыт, который раньше был? Я могу сказать, эготий. Идите, которые были раньше. Ошибки, как их освободиться от этого, от этой кармы. Карма, викарма, акарма. Три вида деятельности существуют. Есть хорошая деятельность, которая хорошие плоды приносит. Есть греховная деятельность, она приносит тяжелые плоды, вредные для человека. И акарма это очищающая деятельность. То есть, в прошлом люди все знали эту вещь, что мы волей-неволей ошибки совершаем в жизни. При всех хороших намерениях, да, дорога в ад вымачивается все равно. Поэтому, всегда нужна какая-то жертва, очищающая деятельность. Что-то мы должны делать для Бога бескорыстную жизнь. Так очищаются наши ошибки. Эти самскары, впечатления. И наши отношения восстанавливаются. Например, некоторые... В 90-е годах я знал людей, которые добывали деньги по-разному, знаете, в 90-е годы. Преступный мир был очень сильный. А они на себе чувствовали тяжелую, тяжелую ношу грехов. Вплоть до убийств. И что они делали? Они занимались благотворительностью. Потому что не могли носить ношу. Им становится немножко легче от этого. Там детский дом что-то дать, допустим. Это акарма деятельность. Вы не для себя это делаете. Вы бескорыстно для Бога это делаете. Это очищающая деятельность. То есть мы должны знать, как совершать вот эту очищающую деятельность в нашей жизни. Потому что жить трудно будет. С ошибками, прошлыми. То есть каждый человек должен что-то делать для Бога бескорыстно. Сколько может. Для Бога так означает. Для блага всех. Это имеет смысл. Что все вместе взяты, то, что нужно, это Бог. Поделитесь информацией, где взять книги Веды. Именно неискаженные. Что сказали Ведах о понятии грех и карма. Вот я сейчас вкратце уже сказал. Грех это викарма. Это вредоносная деятельность. Запрещенная деятельность. Это различные формы насилия. Например, совершается насилие над человеком. Это викарма. Или я совершаю насилие над собой. Принимаю интексификацию. Тоже викарма. То есть другое викарма. Будет плохой результат. Это все формы насилия. Или говорю плохие скобительные слова. Викарма. Прилют реакции. Или себя неправильно оцениваю. Тоже будет проблема. Карма означает благочестивая деятельность. Предписанная, полезная работа. Она дает нам что? Уважение в обществе. Спокойный ум. Качество доброты. Хорошие взаимоотношения. Защиту, репутацию. То есть запас добродетелей. Благочестие дает. Викарма наоборот все это разрушает. Человек становится как бы преступным алиментом. В результате он что? Теряет здоровье. Теряет разум. Все эти крутые люди с крутыми болезнями остаются потом. И даже веды говорят, что в результате такой кармы человек может попасть либо на высшие планеты, либо пойти на низшие планеты. Как в священной книге говорится, рай и ад существуют. Это разные уровни планетных систем во Вселенной. 14 уровней существуют. Вверху 7 и внизу 7. Земля посередине. Здесь мы зарабатываем себе карму. Куда пойдем? Туда, сюда или останемся здесь. Это нужно взвесить поступки и понять. Есть люди, которые, конечно же, могут в ад отправиться. Есть люди, которые могут подняться выше. И есть те, кто просто рождаются здесь снова, чтобы совершить земные дела. Имея земные интересы. И А-карма – это духовная деятельность. Она не имеет целью плоды деятельности. Ее цель – развитие качеств. То есть, как оставаться человеком? Как быть богатым, но не жадным? Как? Давай пожертвование. Это А-карма. Не будешь делать, станешь жадным, деградируешь. Вот это примеры. Карма, Викарма, А-карма. Это три основных. Там еще много разных. Оттенков я в своих книгах описываю. В книге «Карма» у меня есть эта информация. Правда-карма, Прорада-карма, Угра-карма. Разные эти оттенки, эти деятельности. Но в целом три. Карма, Викарма, А-карма. И вот нам нужно понять, что есть действие, что запрещенное действие, что бездействие. Вот разобраться в этих вопросах. А что касается вед, книги веды. Я могу посоветовать квинтэссенцию вед, потому что веды — это большой объем информации, их много книг. Не думаю, что сейчас возможно прочитать все веды нам. Санскрит и прочее. Есть квинтэссенция. Вхага-Вадгита — это квинтэссенция всего ведического знания. Там пять истин, представленных в сжатом виде. Это твердая пища, которую нужно изучать всю жизнь. Это книга Антистаса Толстой, Ганди, Эмерсон. То есть это известное-известное мировое произведение. Часть Махабхараты. Там изложено вкратце все ведическое знание перед битвой на Курукшетре. Если муж младшей жены, плохо лето, в энергическом плане. Не вижу проблемы. А возраст? Это лишь возраст, еще есть как бы дух. Он может быть старше в знаниях, допустим, или в качествах. И так далее. То есть я не думаю, что это какая-то проблема. Кто хотел задать вопрос? Кто-то спрашивает, а можно помочь уже умом? Молить вы мобитворительности? Обязательно нужно. Их умом не нужно. Труднее. У нас даже молитвам не нужна. Труднее. Умобитвам труднее помочь. Все равно им придется какое-то время страдать. Это плохой поступок. Большой грим. А почему? Как я сказал, сначала вы вообще ничем не поможете. Какое-то время нужно будет страдать. Молитвы все же. Но это нужно усилие. Это трудная задача. Самоубийство означает, что он уже все обрек себя. Уже срок получил. И нужно все-таки дождаться. Хоть какой-то срок он должен там отбыть. В наказание. Что касается умерших людей, то да, есть специальные обряды. Есть и в наших традициях эти обряды. Но я бы сказал, эти обряды почти утрачены, потому что на поминках люди пьют водку. А это плохо. Это не улучшает положение покойного человека. Если вы изучите более древние русские традиции, то там готовят кутья. Там не было ни мяса, ни рыбы, яйца. Эта пища была совсем другая. Кутья. И никогда не пили на поминках. Я не знаю, кто это придумал вообще. Это только, так сказать, в ад отправлять покойного. Водкой поить его еще. При жизни он в ад шел, когда пил водку. Еще на поминках напились. Это уже извращенные вещи. Поэтому это как священные традиции. Они требуют чистого подхода. Главное, что чувствует человек после смерти, если он имеет грехи, у него проблемы с пищей. У него нет физического тела, значит нет пищи вообще никакой. Вы должны быть понимаете, что пока физическое тело это наша пища. Вот я сейчас на сцене несколько часов без пищи. Почему? Потому что физическое тело, оно кормит меня сейчас. Есть энергия, запас. Когда он кончится, я чувствую себя плохо. Я поем, снова запас поддерживается. Это тело, пища. Моя же собственная пища. Но когда человек умирает, он оставляет грубое тело и в тонком теле. У него нет пищи. Он может обезумить в этом состоянии даже, говорится, без пищи. Поэтому предкам предлагают пищу. Обязательно все 40 дней, каждый день предлагают пищу изображать. Только ни мяса, ни рыбу, ни яйцо. Нечистые продукты не предлагают. Освященную чистую пищу нужно делать. Сначала предлагается Богу на алтаре, а потом покойному предлагают. Тогда вы почувствуете эту связь и благо, которое вы сами почувствуете. Вы же родственник. Я имею опыт так же, как отец у меня ушел, бабушки ушли. Я знаю, что это такое. Я знаю, как и что им иногда предлагать. Я вижу их, я чувствую их присутствие. Потому что я их родственник. Я знаю их хорошо. Не думайте, что они где-то исчезли, их больше нет. И вот эту пищу кровь родственников никто не поднесет, как должно. Вот есть такая книга Гаруда Самхита, которая описывает подробно вот этот путь после смерти, грешный путь после смерти, что он нуждается в поддержке родственников, человек. Поэтому вот, главное, как я уже сказал, еще одну пищу предлагайте покойному. Это самое важное. Сначала освещайте на алтаре, как умеете, своему алтарю, я не знаю, вашей традицией, у меня вот юридическая традиция, я ей пользуюсь. А вы как умеете. А потом у вас есть изображение покойного, вы берете эту пищу, часть этой пищи или эту пищу, уже предлагаете ему изображение, но потом не едите эту пищу. Она постоит какое-то время, должны вынести туда на улицу, там птицы склюют, там животные сидят нормально. Это просто обряды. Ничего сложного в этом не вижу. Забытые обряды. Мы же говорим, помянуть нужно родственникам. Вся проблема в том, что закапывают под землю, а потом водкой поминают. И что происходит? Это тонкое тело потом не может оторваться от могилы. Долгое время. Пойти по назначению. Освященная пища помогает этот путь ускорить. Потому что это путь не из приятных переселения души. Где? Ну как вот, я с мамой общался недавно, говорю, отец мне снился, говорит, поменить. Так, старший, говорит, ну снился, значит, вот чувствовать, значит, сделайте это. Вы родственник, должны чувствовать это. Мы сейчас не восстановим с нами все эти тонкости. Поэтому я вот так отвечаю вам. Опирайтесь на свое сердце, свою интуицию тоже. Вы же должны чувствовать это. Да? Плохо не будет? Хорошие вещи не ограничиваются, не запрещены. Можно говорить. Как про это с прокрастинацией? Интересное слово. Откладыванием дел, намерений на потом. О, какое слово придумали, боже мой. Это просто лень. Прокрастинация. Александр Геннадьевич, можно вопрос? А я еще не ответил на вопрос этот. Или это вы написали? Нет. Нет, тогда подождите немножко. Я хотела спросить, зачем душа проходит для души жизненные? Я тут вот спикала, что это непрерывы к жизни. Это развеет на душу? Нет, нет, нет. Наказание. Наказание? Нет, наказание. Надо прекратить это. Для души нет необходимости в развитии. Душа не нуждается в развитии. Ну а разница, у нас в развитии эволюционных переходят на кто-то более высокий, в развитии эволюции, да? Это как, допустим, соприкасается с низким, она вниз идет, соприкасается с низким, вверх идет, но сама она духовная, где не нужно ни то, ни другое. Сама она божественная, она уже в себе совершенна. Ей нужно просто... Но она не измена, да? Да, не измена. Ей нужно просто восстановить связь с Богом, и все. И еще один вопрос. Личие, зачем выносите косичку? Косичка? Для равновесия? Так она обтягивается, хорошо, удобно. Ну это традиция. Поскольку я студен в библиотической традиции имею посвящение, но это атрибут, который мне напоминает на моем долге так же. Такая сычка. Потом расскажу специально отдельную вещь. Итак, про... прокрастинация, то есть Ленин. Я понимаю, что это не просто Ленин, скажи ура, теть, отить. Слышали об этом? Вы не знаете про отить? В Смоленске? Есть такой рассказ русский, сказка, Лень и Отить называется. Вот Лень и Отить лежат и пожарничатся. И Лень говорит, слушай, Отить, уже подпекает этого Богу. Может нам уйти все-таки отсюда? Отить говорит, а ты, наверное, другий Бог. Вот это Отить называется. Вот Лень, да, а прокрастинация, это Отить похоже. Что вы каждый день откладываете на потом, на потом, на потом. Это лень называется. Не придумывайте новую термину. Это не болезнь. Это просто лень обычная. Это предсказано, что векали люди будут очень ленивые. Особенно в духовной жизни будут очень ленивые. Они будут активны только ради денег. Или ради секса. Что-то там на ухе пишет. Что мы в Калиюга вот так будем жить с вами. Что нам придется прилагать усилия, чтобы как-то продвигаться, воспитывать себя. Это будет нам казаться трудным. Казаться будет трудным. Не радостным, а трудным будет казаться. Тяжким трудом. Почему? Потому что ум не знаем, как контролировать. Если вы умеете контролировать ум, если вы занимаетесь медитацией, вы будете контролировать ум. Вы не будете откладывать никакие вещи на потом. Вы это будете делать без усилий. Потому что разум обладает силой. Но это же не так, что вот вы шагнули, а следующий шаг на потом оставили. Это же происходит естественно, когда есть здоровье, разум, энергия. Так же и здесь. Вы никогда не будете на потом откладывать, когда есть разум пробужденный. Будхи, разум пробужденный. Поэтому нужна духовная практика. Постепенно. То есть занимайтесь медитацией. Если вы чувствуете себя в таком состоянии, то в жизни ничего не сделаете. Бесполезно проживете. Это серьезный вопрос. Потом, 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 потом. Все, конец вам. Сейчас нужно делать. Прямо сейчас. Нужно работать над собой постоянно, каждый день. Трудиться душа должна. Постоянно трудиться. Иначе жизнь бесполезна. Все. Если вы чувствуете, что есть такое у вас желание, что вы хотите общаться с теми, кто уже более пробужден, более организован духовно, более занят. И так, общаясь с такими людьми, мы эти качества обретем, несомненно. Лень – это серьезный порог. Дочке пятнадцать лет, она говорит, что не понимает, что такое любовь. Видимо, я что-то объясняю не так. Можете ли вы ей ответить сейчас? Вопрос. Пятнадцать лет означает «Очень нежный, поэтический возраст. очень обожескленное сознание, тонко ранимый, чувственный, обидчивый возраст. И для этого возраста очень важно понять такие вещи, как дружба, любовь. Поэтому в этом возрасте вы можете стать для нее другом. не просто мамой, которая вот говорит, опекает, приказывает, настаивает, воспитывает, а другом. Очень ценно это. В этом возрасте очень ценно обрести дружбу. Это очень близко сердцу подростка. Это на самом деле важный момент. Потому что взрослый человек уже имел опыт дружбы и любви, и разный опыт имел. и как друзья забывают или обманывают, и как любовь может быть продажная. Взрослый это взрослый, он может быть циником на 50%. А подросток нет, он верит во все это. Свято верит. И наш, значит, вот эту веру не разрушать в нем, а поддержать эту веру. Стать таким другом или говорить на такие темы. Итак, для юношей и девушек в этом возрасте важна тема дружбы и любви в будущем. Нужно приводить это чисто и на высоком уровне, чтобы эта любовь также не обманула подростка, а была разумна. Этому нужно учиться. Совершенно верно. Как девушка готовится к любви, к браку, допустим. Это такая школа чистоты, школа целомудрия. Раньше существовал институт благородных девиц. Представьте себе. Это же целая наука. И мы можем воспитать великую мать в будущем, очень чистую женщину, эталон святости, целомудрия. Вот это мы можем вложить такие идеалы, хорошие. Изучайте науку для своих детей и давайте эти вещи. Подростки это очень нежный период. И они очень пристрастны к пониманию себя, к самовыражению, чтобы их кто-то понимал, слушал. Начинать так, выслушивать, дружить, советоваться, объяснять, философствовать на какие-то возвышенные темы. Нужно. В чахре в виде есть такая наука, которая описывает разные возрасти человека и разные их обязанности в этом возрасте, которые он должен пройти именно вот сейчас. 15 лет вот такой возраст. 15-16 вот эти годы. В наше время похоже стекло. Хоть много записок не отвечено, но мы должны закончить здесь. Спасибо всем большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ